Сегодня мне хотелось бы поговорить о февральской революции. На мой взгляд, сейчас это одна из самых важных вещей. Не из-за самой февральской революции. Просто этот год, год столетия, вообще главным образом, октябрьской революции, или, как большевики говорили, до 27-го года октябрьского переворота. Я думаю, что весь этот год будет идти шельмование октябрьской революции. И вот эта информационная война по поводу октябрьской революции. Я уже посмотрел состав оргкомитета по этой теме. Достаточно, что там присутствует, например, гражданин Сванидзе, который уже сделал заявление, что вообще не надо широко это все обсуждать. Историки соберутся, разберутся. Это он историк. Я вот трудов этого историка по фамилии Сванидзе ранее не судимого не знаю. И ясно совершенно, что октябрьская революция будет одним из пунктов в информационной психоисторической войне. Причем пунктов по двум линиям. С одной стороны, ее будут противопоставлять февральской революции, как великая бескровная, хорошая, замечательная. А вот октябрьская – это мерзавская революция. Другая линия более хитрая. Она даже в некоторые учебники попала. Это великая революция 1917 года. Какая революция 1917 года, совершенно непонятно. И революции эти разнонаправленные, и итоги у них разные. Поэтому я решил поговорить на эту тему. Есть еще один очень важный момент, который вылез совершенно неожиданно, когда я готовил работу по февральской революции. В декабре Станислав Юрьевич Куняев, главный редактор нашего «Современника», попросил меня написать статью о февральской революции к столетию. Я сказал, что больше 20-30 страниц я не напишу, потому что времени мало. Но я так расписался на праздниках, что получилось 100 страниц. И в нашем «Современнике» она идет в двух номерах. Во втором первая часть вышла во втором номере, а вторая часть выйдет в третьем номере. И это большой текст. И вот я в ходе работы набрел, ну совершенно это логично было, сравнительный анализ кланово-олигархических режимов. Позднее самодержавие было кланово-олигархическим квази-буржуазным режимом. Февралистский режим был кланово-олигархическим. Современная Россия тоже кланово-олигархический режим. И вот здесь есть очень интересные параллели и уроки февраля, о которых имеет смысл порассуждать. Тема, естественно, большая. У меня два больших ролика записаны по часу. Я думаю, что повторять я их не буду. И мы сделаем не просто укороченный вариант, а просто поговорим о некоторых моментах, которые, скажем, в тех двух фильмах, которые мы сделали с Андреем Фефеловым, и которые висят на канале День ТВ. Значит, чтобы далеко не все повторять, если повторять, то ударные вещи, а поговорить о серьезных, так сказать, таких концептуальных вещах. Вы знаете, есть два подхода, в принципе, к февральскому перевороту. То есть их несколько, но можно свести к двум. Первая, поздняя самодержавная Россия была совершенно замечательная, там было все хорошо. И буржуазная модернизация в России во второй половине XIX века была распрекрасная. Ну, были некоторые нюансы, но, так сказать, это не более чем количественные отклонения от какой-то модели. И февральская революция увенчала это все, а вот потом пришли, так сказать, отвратительные большевики с не менее отвратительными народными массами, и мы получили дальше там полный программ. Тоталитаризм, сталинизм и так далее. Значит, согласно второй точке зрения, вся вторая половина XIX века – это упадок России. А февраль – это то, что логически из этого упадка вытекает. И октябрь – это была реакция на февраль. Вот я придерживаюсь второй точки зрения, но кроме, так сказать, я не один такой, но уже в самом начале XX века наш, на мой взгляд, просто самый замечательный публицист того времени, Михаил Осипович Меньшиков написал, по сути дела, он написал, так сказать, приговор, выписал России второй половины XIX века. У него длинные цитаты, я кусочки оттуда прочту, они стоят того. XIX век окончательно утвердил наш духовный плен в Европе. Народно-культурное творчество у нас окончательно сменилось подражанием. Мы хотим жить теперь не иначе, как с западной роскошью, забывая, что ни расовой энергии, ни природа наша, а не те, что там. Запад поразил воображение наших верхних классов и заставил перестроить всю нашу народную жизнь с величайшими жертвами и большой опасностью для нее. Подобно Индии, сделавшейся когда-то из богатой и еще недавно зажиточной страны совсем нищей, Россия стала данницей Европы во множестве самых изнурительных отношений. Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта, которые так обычны на Западе, мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба, но как Индии необходимы его запасы. «Народ нас хронически недоедает и клонится к вырождению». Это к вопросу о том, какую Россию мы потеряли. Если помните, в самом конце Перестройки Говорухин снял фильм «Какую Россию мы потеряли». Такая прямо замечательная Россия была. А вот современник этой «замечательной» в кавычках Россия пишет, что народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению. И все это для того, чтобы поддержать блески европеизма, дать возможность небольшому условию капиталистов идти на говно в ногу с Европой. 19 век следует считать столетием постепенного и в конце тревожно-быстрого упадка народного благосостояния в России. И далее Меншиков написал, что если не произойдет какой-то смены энергии, хороший очень термин, то дальше Россию ждет катастрофа. Но по сути то, что описал Меншиков, это системный кризис. И вот этот системный кризис, он увенчался двумя переворотами, двумя революциями, если угодно, февральским переворотом и октябрьским. Замечательная история французский Фернан Бродель любил повторять, что события – это пыль. Он имел в виду то, что отдельное конкретное событие можно понять только в широком контексте, либо среднесрочные перспективы, то, что он называл конжонктюр, и либо долгосрочные, а лом-ду-рай. Так вот, с точки зрения длинной русской истории, 17-й год и февраль, и октябрь – это переломная, переломная точка в большой эпохе, которая началась в 1861 году так называемыми реформами Александра II или Великими реформами, и закончилась в 1939 году, 18-м съездом в КПБ, который окончательно подвел черту под вот этой русской смутой. 17-й год – это вот пик этого процесса. Еще более, на мой взгляд, интригующая черта 17-го года в долгом контексте европейской истории. И здесь 17-й год, на мой взгляд, занимает место, но это не ровно посередине, но с точки зрения, не сказать, содержать, но это середина этого пути. Это между 1789-м, начало французской революции, и старт левого якобинского проекта «Модерна», и 1991-й год – разрушение Советского Союза. Конец этого проекта в том виде, в котором он был тогда сформулирован. Мы не знаем, возродится он или нет. В прежнем виде, конечно же, не возродится, будет что-то другое, если будет. Но вот эта эпоха 1789-1991, 17-й год – это ее перелом. Очень важно понять, что вторая половина 19-го, начало 20-го века – это два очень интересных процесса. С одной стороны, почти всю вторую половину 19-го века, и даже раньше, Россия шла к социальной революции. И процесс этот, так сказать, нарастал. И нарастал он, ускоряло его развитие капитализма. И рядом с этим процессом, процесс в сторону социальной революции, шел процесс формирования уродливого в России другого быть не может, уродливого капитализма, кривобокого, странного, зависимого от иностранного капитала. И этот процесс постоянно ускорял, он подталкивал Россию к социальной революции. И если, скажем, Александр III пытался как-то затормозить этот процесс, в интерес к самодержанию, разумеется, то в начале 20-го века этот процесс пошел уже очень-очень быстро. Если посмотреть вообще на 19-й век в России, то здесь очень интересная вещь возникает. В 19-м веке проявилось то, так сказать, вот такой дальний результат того, что пришло с реформами Петра и то, что расцвело при Екатерине. Значительная часть российской верхушки начала жить не по потребностям, которые могла удовлетворить российская система работ, российское сельское хозяйство, а по потребностям, по которым жила западная буржуазия и западная аристократия. И вот это изменение в структуре потребностей привело к тому, что увеличилась эксплуатация, выросла эксплуатация. При Екатерине, например, при Екатерине II, разумеется, уровень эксплуатации вырос и государственных крестьян, и частновладельческих в 3-3,5 раза. И этот процесс шел, так сказать, по нарастающей и в 19-м веке. То есть интеграция России в мировую капиталистическую систему привела к тому, что при Николае I капитализма еще никакого не было, а верхи, часть верхов, для того, чтобы жить, вести социально приемлемый дворянский образ жизни, вынуждена была усиливать эксплуатацию населения. То есть вот Маркс называл такие, у него такая метафора была, он характеризовал их как язычник, чахнущий от язв христианства. То есть здесь в данном случае некапиталистическое общество страдало от того, что это общество интегрировалось в капиталистическую систему. И Николай I сделал единственное, что он мог. Он подморозил Россию примерно на 30 лет. Другой никакой у него стратегии, естественно, не было. Однако уже к концу его правления негативные последствия вот этого 30-летия стали выходить на первый план, и Александр II своими реформами этот процесс освободил. И вместе с ним он освободил целый ряд дезинтеграционных процессов, то есть вот те самые силы гниения, которые Николай пытался подморозить. Причем вот этот процесс, который называется у нас великими реформами, он на самом деле ударил и по крестьянину, и по барину, и поэтому Некрасов и написал, что эта реформа одним концом ударила по барину, другим по мужику. Недовольны были все. И результат довольно быстро сказался. Кстати, обратите внимание, Александр II был очень любим. Кто знает, где стоит памятник Александру II? Совершенно верно, очень символично. И Александр II, освободитель, но на самом деле, я думаю, что ему памятник поставили просто как, во-первых, классово близкому, потому что с него, при том, что сам он, естественно, в таких категориях не мыслил, с него, в общем, стартовало развитие капитализма в России. Кроме того, еще одна вещь. В правлении Александра II была резко ослаблена борьба с лихаимством. Лихаимцам 90-х годов и более позднего периода, по-видимому, это должно было нравиться. Поэтому поставили памятник. Разморозив Россию и получив кризис, включавший революционные ситуации, Александр II уже довольно скоро попытался подморозить сам кризис. Но и кончилось это, и его убили, и вдобавок ко всему пошли те процессы, которые в конечном счете привели сначала к одной революции, а потом к другой. Уже в середине 80-х годов сложилась такая ситуация, которую министр финансов Бунге описал таким образом. Это вот к вопросу о том, что Россия была процветающей страной. Я, кстати, очень рекомендую всем, эту книгу нелегко достать, она в Питере вышла ограниченным тиражом. Может быть, мы ее издадим здесь в Москве. Автор Островский. «Процветала ли Россия накануне революции?» Это сборник статей «Процветала ли Россия накануне революции?» Так вот, Бунге пишет, упадок российских финансов особенно стал обнаруживаться с 60-х годов, а с 1880 года он приобрел характер угрожающий. И далее, это он пишет, заметьте, в 86-м году, за 30 лет до революции. Все это при отсутствии даже намека на какое-либо улучшение готовит в недалеком будущем тяжелую развязку, государственное банкротство, а за ним государственный переворот. Ну, за такой прогноз Бунге 1 января 87-го года был отправлен в отставку, а прогноз его сбылся. Я не буду приводить большое количество цифр, демонстрирующих, они, на мой взгляд, убийственные, насколько Россия зависела от иностранного капитала в конце 19-го, начале 20-го века. Конечно, она не была полуколонией, как писали советские авторы 30-х, 50-х годов, но степень зависимости была очень и очень высокой. По крайней мере, она была достаточной для того, чтобы Николай II бросил русского мужика защищать интересы английских и французских банкиров против Германии, с которой у России не было настолько острых противоречий, чтобы вызвать войну. Кстати, Киссингер в одной из своих работ это признал совершенно четко, что противоречия между Россией и Германией не носили такого острого характера, чтобы обязательно отлиться войну. Очень важным периодом, который привел и к войне, и к революции, был период между 1892-1994 годом и 1914. В это время шел стремительный процесс загнивания системы управления. Вообще, нужно сказать, когда анализируются социальные кризисы, очень часто люди хватаются за экономику. Например, очень часто то, что написано по советской экономике в 60-х, 70-х, 80-х годов, подается в таких мрачных тонах с учетом того, что в 1991 году Советский Союз прекратил свое существование. На самом деле, даже если забыть про советское экономическое чудо 50-х годов и посмотреть цифры 70-х, 80-х, экономическое развитие было очень и очень приличным. И дело вообще в системных кризисах, как правило, не в экономике. Рушатся структуры управления, тесно связанные с господствующим классом. Вот здесь происходило тоже то же самое. Кстати, наивный человек Лигачев в свое время, когда Горбачев говорил «застой, застой», и Лигачев ему возразил и говорит «как же застой, экономика-то развивалась», но Лигачев не понял. Горбачев имел в виду под застоем ни в коем случае не развитие экономики. Для Горбачева застой был – это отсутствие ротации кадров, характерной для брежневского времени. А с приходом Горбачева ротация кадров достигла 75-77%, причем без Мочилова, без кровопролития, как в конце 30-х годов, а совершенно таким эволюционным путем. Поэтому в 86-87 годах вот эта партийная молодежь, партийная молодежь того времени – это 50-60 лет, она активно поддержала Горбачева. То есть обратите внимание на паралич структур управления. Еще очень важный момент – это то, как, когда система попадает в кризисную ситуацию, то любые попытки реформаторским путем избежать краха, при этом сохранив базовые характеристики системы, они приводят к очень плачевным результатам. И вот здесь классический жанр, классический пример этого жанра – это реформы Столыпина. У нас все-таки удивительная страна. Вы знаете, у нас такой существует Столыпинский клуб. Дело в том, что Столыпин – это один из самых главных неудачников русской истории. Но в памяти, особенно людей, не обремененных образованием, которые пришли у нас к власти после 1991 года, Столыпин, ну, понятно, он им классово близок. Но, помимо прочего, Столыпин – неудачник. И называть Столыпинский клуб, знаете, как яхту назовешь, так она и поплывет. Если ты назовешь яхту «Победа», это одно. Если беда, это совсем другое. Так вот, Столыпинские реформы – это очень интересный пример. Дело в том, что Столыпин сам по себе был очень волевой и очень умный человек. Но он был классово ограниченный городской буржуазный человек. Какую задачу ставил Столыпин, реформы которого фантастически приблизили революцию? Какую задачу ставил Столыпин? Вовсе не экономическую. Это на втором месте было. Главная задача реформ Столыпина была политической – сломать общину. Потому что события 1905-го, точнее 1906-го, 1907-го годов показали, что община – это готовый каркас социального сопротивления. И если до 1905-го года в России и консерваторы, и революционеры только что не молились на общину события 1906-го года… Дело в том, что события в деревне несколько запаздывали по сравнению с городом. В городе революция уже почти закончилась в 2005-м году, а в деревне в 2006-м году она только заполыхала. И заполыхала так, что в европейской части России 50% помещичьих усадеб было сожжено. Так вот, после этого Столыпин был представителем той части истеблишмента, которые решили, что надо общину уничтожить. И вот эта реформа – это была попытка уничтожить общину. И причем проводилась она вообще-то насильственным путем. Потому что крестьяне не хотели выходить из общины. Более того, Столыпин провалился в том, он думал, что будут выходить единоличники. Единоличников вышло не так много. А выкупали землю общины целиком. И у нас, даже я посмотрел учебники в свое время, когда готовил когда-то в своем курсе лекции по реформам Столыпина, даже в нашем учебнике было написано, что был достигнут некоторый прогресс. На самом деле все это было совершенно не так. Вот был такой экономист-статистик, Фин Янатаевский, который уже тогда написал, что эффект Столыпинской кампании, он даже не употребляет слово «реформа», был ничтожным, а во многом контрпродуктивным. Упали практически все показатели. Количество лошадей, крупного рогатого скота, я не буду цифры приводить, я просто показатели скажу, какие среднеурожайных зерновых. Кстати, показательно, что Лев Толстой характеризовал речи Столыпина как бесчеловечные, глупые, чтобы не сказать отвратительные. То есть вот герой наших 90-х, герой нашего нынешнего истеблишмента, он получил от Толстого такую характеристику. И очень интересную характеристику, неожиданную совершенно антистолыпинскую реформу, и делал не только у него здесь в личной неприязнь, дал Витте. Смотри, что Витте пишет. Не подлежит, по моему мнению, сомнению, что на почве землевладения, так тесно связанного с жизнью всего нашего крестьянства, то есть в сущности Россия, ибо Россия есть страна преимущественно крестьянская, и будут разыгрываться дальнейшие революционные пертурбации в империи, особливо при том направлении крестьянского вопроса, которое ему хотят последние столыпинские годы дать, когда признается за аксиому, что Россия должна существовать для 130 тысяч бар, и что государство существует для сильных. То есть Витте поразительно, но Витте критикует Столыпина с классовых позиций. И вот здесь, несколько отвлекаясь от нашей линии Столыпина революция, интересный вопрос, кто и почему сегодня распространяет миф о великом и успешном государственном деятеле, чуть ли не образце для подражания. Но почему, понятно. Первая причина заключается в том, что Столыпин – это классово близкий, чем существует, например, существенно отличается от Сталина, который не является классово близким. Вторая причина распространения мифа о Столыпине, на мой взгляд, заключается в том, что в истории России практически нет героев среди буржуазии. Вот нет буржуазных героев нашей истории. А официальный спрос сегодня на таких есть. Ну и, естественно, оказывается, единственный кандидат – это Столыпин. И можно здесь забыть, что он неудачник, что его реформа провалилась. Ведь обратите внимание, гражданская война полыхала от темна до темна там, где Столыпинская реформа оказалась наиболее удачной. Восток и юг страны. Но страшно подумать, что произошло бы с Россией, если бы реформа Столыпина удалась. Если бы она удалась, то революция в России произошла бы уже году в 1912-м. Потому что в городах, прежде всего в Москве и в Питере, оказалось бы примерно 20 миллионов мужиков, которых вышвырнуло бы из деревни. А промышленность тогда могла бы дополнительно к тому, что уже есть, но больше, чем полтора-два миллиона она абсорбировать не смогла бы. И вот тогда Россия получила бы совершенно страшную революцию. То есть реформа Столыпина, а, провалилась, но если бы она удалась, было бы еще хуже. И вот здесь возникает вопрос. Столыпин глупый человек? Нет, ни в коем случае. Но это человек, который смотрел на социальный процесс сквозь определенную призму классовую. А есть очень жесткое ограничение адекватного восприятия реальности сквозь классовую призму. То есть человек может быть умным, но у него есть ограничения, поскольку он должен выпрыгнуть из своей классовой шкуры, что очень и очень сложно на самом деле. Перед самой войной было несколько людей, которые предупреждали власть о том, что совершенно трагически сложится судьба России в случае войны, революции. И вот здесь просто, так сказать, я хочу процитировать две. Одну, наверное, вы знаете вещь, это записка Дурново, а вот другая вещь еще более интересная. Значит, смотрите. Кто-то знает вообще про записку Дурново? Значит, здесь момент очень интересный. Значит, смотрите, что он пишет. Я не буду всю цитировать, она длинная. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений в случае войны представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма. Но вот что интересно, еще за 12 лет до Дурново, Плеве, министр внутренних дел, полемизируя Свитте, написал следующее. Революция у нас будет искусственной, необдуманно сделанной так называемыми образованными классами, общественными элементами. У них цель одна – свергнуть правительство, чтобы самим сесть на его место, хотя бы только в виде конституционного правительства. У царского правительства, что ни говори, есть опытность, традиции, привычка управлять. И заметьте, что все наши самые полезные, самые либеральные реформы сделаны исключительно правительственной властью по ее почину, обычно даже при несочувствии общества из лиц, из общественных элементов, которые заменят нынешнее правительство, что будет? Одно лишь желание власти, хотя бы даже одушевленное с их точки зрения любовью к родине. Они никогда не смогут овладеть движением. Им не усидеть на местах уже по одному тому, что они выдали так много векселей, что им придется платить по ним и сразу же идти на уступки. Они, встав во главе, очутятся силой вещей в хвосте движения. При этих условиях они свалятся со всеми своими теориями и утопиями при первой же осаде власти. И вот тогда выйдут из подполья все вредные преступные элементы, жаждущие погибели и разложения России с евреями во главе. То есть, смотрите, Плеве определил очень четко характер революции. Ее начнут образованные классы, которые не удержат. Собственно, так оно и произошло. И вторая вещь, что масса сметет эти образованные классы. Но, тем не менее, к 2014 году ситуация в стране была практически патовой. Буржуазия уравновешивала дворянство. В то же время, про-германская фракция эстеблишмента, ну, она проигрывала, естественно, про-английский, но тоже она существовала. Далее. Нужны были реформы, но царь не собирался их проводить. В то же время и революционеры, и либеральные партии тоже были слабы. То есть, было вот такое равновесие. Война полностью это равновесие сломала. Война, Первая мировая война, я тут недавно видел книжку, автор Млечин, называется «Случайная война». Первая мировая война, случайная. Ну, трудно сказать, здесь лукавство больше или глупости. На самом деле, те люди, которые знают историю, они прекрасно знают, что с конца 80-х годов британцы готовили решение русского и германского вопроса, потому что это был вопрос выживания британской империи. Нужно было убрать Германию как конкурента, причем конкурента как по государственной линии, так и по линии скрытого второго контура власти. И вторая вещь – нужны были ресурсы. Потому что можно, конечно, смеяться над Ленину, как у нас это делали особенно в 90-е годы, сейчас этого меньше, смеяться над его работой империализм как высшая стадия капитализма. Но Ленин-то оказался прав. Капитализм в узкоэкономическом плане, я подчеркиваю вот это слово, в узкоэкономическом плане капитализм к концу XIX века исчерпал свой потенциал. Обратите внимание, за счет чего существует капитализм весь XX век? За счет войн, ограбления колоний и полуколоний до офшоров, и за счет войн, которые стирают экономический потенциал. Один раз Германию стерли, второй раз Германию стерли. То есть вот эта депрессия 1873-1896 годов, она подвела черту под таким вот бурным, собственноэкономическим развитием капитализма. Это, кстати, не говорит плохо о капитализме, это говорит о том, что насколько эта динамичная система оказалась, которая пробежала свой потенциал за 100 лет, с 1780-го по 1880-й год. И дальше капитализм оставалось только военным путем, путем перераспределения насильственного, решать проблемы, ну и, так сказать, расширять свою зону. Единственной зоной расширения была на тот момент Россия. То есть вопрос выживания о Британской империи, англосаксонской верхушке, причем на обоих контурах, это был вопрос решения русско-германского, это вопрос русско-германский вопрос. Нужно было стравить Россию и Германию, но сделать это в виде некой европейской войны, где Россия на одной стороне, а Германия с другой. Поскольку мы уже об этом говорили, я только вкратце напомню, как решался этот вопрос. Сначала британцам нужно было привязать Францию к России. Это было сделано в 1892-м, в 1893-м годах с помощью Папы Римского, который задолжал Ротшильдом. Следующий шаг нужно было сделать так, чтобы в глазах французов Россия оказалась все-таки сильным партнером, но не настолько сильным, чтобы в одиночку обеспечить безопасность Франции. Для этого нужно было, чтобы Россия где-то потерпела поражение. Этим где-то был Дальний Восток. Но сначала нужно было вырастить такого мини-бульдога на Дальнем Востоке. Как вырастить мини-бульдога? Там Китай мешает, то есть мини-бульдог Япония. Значит, надо устроить китайско-японскую войну и сделать так, чтобы Япония победила. 1994-1995 год это происходит. Дальше русско-японская война, после чего Франция разворачивается в сторону Великобритании и подписывает с ней договор. Ну а здесь уже сам Бог велел и России подписывать. 1907 год проанглийская агентура влияния подавляет окончательно немецкую и формируется Антанта. И здесь остается дело только за малым. Нужны деньги. Деньги находятся в Америке. Что нужно для этого сделать? Поставить американские финансы под контроль. Как это сделать? Сначала запускается кризис седьмого года. Ничего не вышло. И так далее. Второй раз это создание федеральной резервной системы. ФРС. 1913 год. Все. Все готово для того, чтобы начался конфликт. И этот конфликт должен был решить несколько очень простых проблем. Он должен был уничтожить четыре Евразийские империи. Австро-венгерскую, германскую, османскую окончательно и российскую. Но ничего личного. Только бизнес. Потому что глобалистский принцип противоречит, абсолютно противоречит принципу имперскому. Поэтому нужно было убрать эти империи. Но когда мы говорим о том, кто эту кашу заварил вполне серьезно, мы говорим британцы. Не все британцы. 90% парламентариев британских были противниками войны. Сделала это совершенно определенная закрытая группа, которая называется «Мы» или «We». Или еще называется группа «The Group», которую создал Ротс, в котором ее возглавил Миллер. Она до сих пор существует. Мы с вами уже об этом говорили. Именно она снабжает информацией о Санже. То есть это такая долгосрочная, долгоиграющая пластинка. И эта группа была очень важна. Она была международной. Туда входили французские деятели государственные. И туда входили российские деятели. Ключевые. Извольский, министр иностранных дел, а потом посол во Франции. И Хартвик, посол в Сербии. И вот усилиями этих людей, собственно, и была решена проблема. Вот вся эта кампания решила проблему войны. Я не буду повторяться, мы уже об этом с вами говорили. Значит, когда началась война, целый ряд острых противоречий во всех империях, включая российскую, отошел на второй план. Сначала это был такой ура-патриотизм. Забастовочное движение пошло на спад. Причем, правда, не только по патриотическим причинам. Просто рабочие боялись, что их на фронт отправят. И поэтому вот первый год, 14-й, начало 15-го года, в общем-то, социальное напряжение несколько спало. Ну, мы с вами тоже говорили уже о Первой мировой войне, что Россия преподнесла немцам большой сюрприз. Прямо по Лесковскому генералу из рассказа «Железная воля», который говорил, какая беда, что немцы умно рассчитываем. Мы им такую глупость подведем, что они рта разинуть не успеют, чтобы понять ее. Ну, вы помните, что план Шлиффена исходил из того, что немцы бьют за 40 дней французов. Почему за 40 дней? Они полагали, что русская армия будет отмобилизовываться за 40 дней. Вот она отмобилизуется, мы в это время разбили французов, будем заниматься русскими. Но мы действительно преподнесли, сказать, такую глупость, от которой они рот открыли. Русская армия начала военные действия без мобилизации. И причем начала очень лихо. В Восточной Пруссии нанесла поражение немцам. И немцам пришлось снимать Людендорфа, тем самым мы спасли Париж. И дальше уже потерпели поражение армия и Самсонова, который застрелился, и Рененкамфа. Но в любом случае вот этот план Шлиффена, он провалился. В 2015 году Россия начала уже ощущать тяготы войны на внутреннем фронте. К этому времени на фронт было мобилизовано 15 миллионов человек. Около 40% трудоспособного населения было реквизировано 2,5 миллиона лошадей. Но самое главное, начали обостряться противоречия, что было очень опасно для самодержавия, сразу на всех уровнях. Противоречия верхов-низов, и что очень было опасно для самодержавия, противоречия внутри самих верхов. И противоречия эти были связаны с очень-очень простой вещью. Буржуазия хотела максимально наживаться на войне. Для этого был создан Земгор, Земско-городской союз. Для этого были созданы военно-промышленные комитеты. И даже у нас в советской исторической энциклопедии, вот я взял том посмотреть, советской исторической энциклопедии, как это там объясняется. Ну, это объясняется так, что правительство не могло решить проблемы, и к этому вынуждена была подключиться буржуазия. Это не совсем точно. Правительство действительно не могло решать все проблемы. У нас вообще очень неповоротливая бюрократическая машина. Ну, не только у нас, она и во Франции такая же, и в Штатах. Но, так сказать, у нас действительно неповоротливая машина. И пока российский чиновник не получит сильный удар, сильный пинок не получит, он двигаться не будет. Или, скажем, боязнь этого пинка. Так вот, но буржуазия, особенно связанная с тем, та, которая наживалась на постах на фронт, она создавала Земгор не для того, чтобы, так сказать, помочь в войне. Она создавала его для того, чтобы, во-первых, наживаться, а во-вторых, чтобы поставить политический процесс под контроль и прийти к власти. И, кроме того, естественно, за ситуацией в России очень внимательно наблюдали британцы. В июле 2015 года начались первые разговоры в среде, прежде всего в буржуазной среде, в социалистической чуть позже, о том, что, в принципе, можно в условиях войны взять власть в свои руки. Власть осознала прекрасно, что крупный капитал не просто противостоит ей, но ведет самое настоящее наступление, как политической, так и по экономической линии. И в октябре 2016 года Министерство торговли получило право контроля над торговлей металлами. То есть, смотрите, идет война, а правительство выясняет отношения с экономическими организациями буржуазии, которые противостоят правительству. Ну, можно войну выиграть в таких условиях? Вот представьте себе, 1941 год, и какая-то часть, ну, не буржуазии, уже не было, там, чиновничество, начинает, так сказать, выступать против, товарища Сталина и, так сказать, в своих интересах. Ясно, что это просто невозможно. А вот в 2016 году это было, так сказать, было возможно. Чтобы противостоять вот этому натиску буржуазии, была реализована программа генерала Маняковского от артиллерии генерала по созданию мощного госсектора. Представляете, программа специальная запускается в стране, чтобы противостоять, казенный сектор, чтобы противостоять буржуазии. Кстати, неудивительно, что в конечном счете Маняковский оказался с большевиками. По мнению историка Пыжикова, который я вам очень рекомендую, кстати, посмотреть его ролики по февральской революции на канале День ТВ, он там идет месяц за месяцем, очень интересно. Так вот, по мнению Пыжикова, моментом истины в экономической борьбе правительства и капитала, после этого момента экономический обвал России был совершенно предрешен, по его мнению, по мнению Пыжикова. Это произошло 4 августа 1916 года, когда тесно связанные с правительством банки капитулировали перед товариществом братьев Нобелей. И вот это была победа, и либеральная публика вся, естественно, этому аплодировала. И хотя финансовая война лета 16-го года на этом не закончилась, так же, кстати, как информационная война, но, тем не менее, капитал получил перевес. Вообще, нужно сказать, что буржуазия вела против правительства в условиях войны не только экономическую войну, но и информационную, и правительство информационную войну постоянно проигрывало. В конце 15-го года оформились два заговора. Один в Москве, чисто буржуазный, по составу он объединялся вокруг Земгора и Центрального военно-политического комитета. Лидеры это Львов, Коновалов, Рябушинский, а другой заговор составляли социалисты, Керенский, Чиидзе, Скобелев. Связь между обоими заговорами осуществлялась по масонской линии, потому что царя в масонских линиях люто ненавидели. Вообще, нужно сказать, что для будущего усиления своих позиций в обществе, для будущих потрясений, масоны в 1910 году провели свой внутренний февральский мини-переворот. В феврале 1910 года, как отмечает знаток этой проблемы Брачев, я вам очень рекомендую Виктор Степанович Брачев. Посмотрите любые его книги. Масону власти, масонство, замечательные тексты. Причем там без демонизации масонов, там очень просто, так сказать, факты и интерпретации, без вот этих всех, так сказать, диких демонизаций. Так вот, суть этого переворота заключалась в том, что были усыплены, это масонский термин, усыплены, то есть выведены из игры. Те братья, которые имели слишком тесные контакты, так сказать, либо с фракцией политической, либо не соблюдали правила конспирации. Дело в том, что, готовясь к будущим, так сказать, политическим баталиям, масоны провели консолидацию сил, а это требовало, прежде всего, конспирацию, как по отношению к полиции, к жандармерии, так и по отношению к левым партиям. И вот в 1910 году они, так сказать, провели вот эту подготовительную работу. Значит, вскоре после формирования, оформления этих двух заговоров, начался либеральный штурм бастионов власти. Первым выстрелом стала знаменитая клеветническая речь Милюкова под названием «Глупость или измена». Он ее произнес в Думе 1 ноября 1916 года, назвал правительство главным злом и фактически обвинил царицу и ее окружение в измене, или как минимум готовности к измене. В принципе, за этим должен был последовать как минимум арест Милюкова. Нет, абсолютно ничего не последовало. Все получилось по схеме, которую описал Парвус еще в 1905 году. Понятно, кто я как Парвус. Не надо объяснять? Не надо. Очень хорошо. Но помимо того, что он был очень серьезный политический деятель и авантюрист, знаете, мне перевели, поскольку я по-немецки до сих пор еще не читаю, даже со словарем трудновато, так вот, мне перевели кусочки из его работы 1895 года о мировой капиталистической системе. Я понял, откуда растет Роза Люксембург, и я понял, что целый ряд мыслей, которые я прописал в 1996 году в работе «Колокола истории», Парвус написал уже в 1895. Если бы у меня был хороший переводчик с немецкого языка, мы бы организовали просто перевод этой работы. Это был действительно очень интересный человек. Авантюрист, политический деятель, экономический мыслитель. Так вот, смотрите, что Парвус писал. «Усиление политической агитации должно поставить царское правительство в сложное положение. Если царское правительство прибегнет к репрессиям, это приведет к росту сопротивления. Если же проявит снисходительность, это будет воспринято как признак слабости, и пламя революционного движения разгорится ярче». Вот так оно и вышло. Царское правительство не реагировало вообще практически на все вот эти вещи. Более того, было запрещено распространять речь Милюкова. Ее отпечатали в листовке. В листовке были отпечатаны, и они были переданы в действующую армию. Все эти армии воюют, а тут, так сказать, листовка, где говорится о правительстве, тут у нас изменщики сидят, у нас тут измена завелась. И ничего. Ситуация развивалась по тому варианту, который описал Парвус. И практически, кстати, в тот же день, 1 ноября, прогрессивный блок, это был такой блок партий, представлявший крупный капитал, объявил своей целью установление в России парламентской модели. То есть, не называя в лоб, они, по сути дела, сказали, мы готовимся к свержению самодержавия. Тоже, так сказать, ноль реакции. Значит, к концу 16-го года, так сказать, построились клином свиньей представители крупного капитала и некоторых социалистических партий, которые были готовы уже двинуться. Но дело в том, что в это время шла война. И здесь все зависело от позиции Великобритании, поскольку она была лидером Танты. Если бы, скажем, британский посол или любой представитель, скажем, спецслужб Британии, который окучивал Россию тогда, топнул ногой и сказал, не смейте действовать, пока война не закончилась, все вот эти ребятишки бы, они только щелкнули каблуками и застыли. Но британцы не только не набросили узду на заговор, они активно участвовали в заговоре. Вот что интересно, что показал на допросе 13 июля 1939 года в НКВД известный масон Аболенский. То есть, 1939 год, добрались. Так вот, он показал, что после разговора с Гучковым осенью 16-го года, понял, дальше цитата, Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол сэр Бьёканон принимал участие в этом движении. Многие совещания проходили у него в посольстве. Французская разведка считала, что британцы явно провоцируют революцию в России, чтобы кроме разгрома Германии добиться максимального ослабления России в будущие мирные времена. И вот смотрите, в каком положении британцы оказались. С одной стороны, они жутко боялись, что Россия выйдет из войны и заключит сепаратный мир. И они полагали, что Николай II к этому готов. Это была ошибка. Хотя Распутин всё время говорил, что нужно выходить из войны, не только Распутин, целый ряд генералов и высокопоставленных разведчиков и контрразведчиков Российской империи говорили о том, что главный враг Великобритании, войну нужно заканчивать. Но Николай не собирался заканчивать. То есть, они боялись, что Россия выйдет из войны. С другой стороны, им ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы Россия оказалась среди победителей. Потому что тогда, во-первых, она усиливается, а во-вторых, нужно делиться. Нужно обещаны проливы, значит, нужно отдать. То есть, им нужно было, чтобы Россия продолжала воевать, но при этом, чтобы во главе России стояло правительство, которое стояло бы на коленях перед Великобританией и заглядывало британцам в рот и вообще ничего не требовало. Что дадут, то и хорошо. То есть, вот эту задачу нужно было как-то решить. Очень интересно, что лидер вот этой группы, the group, группа или мы, Милнер, лорд Милнер, приезжал в Петроград к концу 2016 года, встречался со всеми заговорщиками. То есть, по сути дела, я думаю, давал указания, как действовать. И он решительно подталкивал к революции именно Гучкова, который был лидером в этом отношении. Одним кадетам при всех выступлениях Милюкова ни в коем случае не удалось бы ничего сделать. Им нужна была поддержка и октябристов, и масонов, и британцев. И я хочу здесь еще раз сказать о масонском факторе. Его ни в коем случае не стоит преувеличивать. Масоны были средством и каналом самоорганизации заговорщиков, потому что это был готовый просто канал, тайный канал связи. Значит, неформальным лидером заговора был Гучков, техническим организатором генерал Алексеев. Великий князь Александр Михайлович, я вам очень рекомендую прочесть его мемуары. Это одна из самых интересных книг воспоминаний об этих событиях. Князь Александр Михайлович, Великий князь. Так вот, он писал. Генерал Алексеев связал себя с заговорами вместе с генералами Рузским и Брусиловым с врагами существующего строя, которые скрывались под видом представителей земгора, Красного креста и военно-промышленного комитета. Все генералы хотели, чтобы Николай II немедленно отрекся от престола. Это были генералы-изменники. Так вот, подчеркиваю еще раз, совпали интересы в заговоре крупного капитала России и британцев. Капитал России, кстати, тоже был не заинтересован в победе России, потому что если Россия побеждает, резко растет престиж самодержавия, и с ним уже трудно будет иметь дело. То есть, крупный русский капитал и британцы возникла ситуация, когда у них возник общий интерес для свержения царя, для свержения самодержавия. У британцев был еще один интерес важный, о котором у нас мало пишут. Дело в том, что часть российского истеблишмента, понимая, что война идет к концу, решила выскочить из-под британцев, но нужно под кого-то выскакивать, и были выбраны Соединенные Штаты Америки. Начались контакты, скрытые контакты части российской верхушки, царь об этом знал и очень поощрял эти контакты, и представители Соединенных Штатов Америки. В качестве такого интерлокера во время, в ходе этих переговоров, выступал шведский банкир Олаф Ашберг. Очень интересная фигура. То есть, вот игра была сразу на нескольких площадках. Прологом переворота или даже началом его ползучей фазы можно считать убийство в ночь с 16 на 17 декабря очень важной для царской семьи персоны Распутина. Очень символичен состав убийц. Представитель самого верха, князь Юсупов, затем представитель правых кругов, Пуришкевич, и исполнитель, капитан Райнер, профессиональный киллер, который прибыл из Великобритании специально, чтобы убить Распутина. Собственно, это и произошло. Когда у нас там пишут, и, к сожалению, даже Валентин Пикуль, который, я считаю, очень неплохим писателем, но, правда, можно сказать, что в извинения он писал тогда, когда не были рассекречены некоторые документы. Лет 7 назад были рассекречены документы британским форен-офисом, где было рассказано, что был специально откомандирован капитан Райнер, который и убил Распутина двумя выстрелами. Второй выстрел был контрольным. А то нам рассказывали, как Пуришкевич стрелял, как он, так сказать, в Распутин убегал, так что убил его британец. И как написал автор книги «Заговор верхов», очень тоже рекомендую, а автор Святослав Рыбас. Рыбас. «Заговор верхов». Очень интересная книга. Так вот, Рыбас написал, «Теперь, после убийства Распутина, британский посол Джордж Бюкенен мог спать спокойно. Опасный сепаратист был устранен». О перевороте, грядущем перевороте в конце 1916 года в столице говорили почти не таясь. Вот что пишет, например, Керенский в мемуарах. Чтобы лучше понять атмосферу, царившую на последней сессии Думы, надо иметь в виду, что мысли всех депутатов были заняты ожиданием Дворцовой революции. Вот у меня это сразу напомнило два эпизода. Один такой из мультфильма, а один реальный. Знаете, такой есть мультфильм «Ограбление по». И вот там есть ограбление по-итальянски. Там некий Марио, он собирается грабить банк, и вот все об этом знают. И даже полицейские открывают ему дверь, и он идет, и ему все качают «Марио, пора грабить банк». То есть вот все знают, что банк будет ограблен. А второй момент, более трагический, это русско-британский заговор против Павла Первого. Дело в том, что накануне, уже за 48 часов до убийства Павла Первого, извозчики ездили по Петербургу, показывали на Михайловский замок, где резиденцию Павла, и делали вот такой вот жест. Это тоже, кстати, был русско-британский заговор. Причем британцы, там было две линии, французская и русская. Одновременно должны были убрать Наполеона и Павла, потому что был союз. И в декабре 1800 года было совершено покушение на Наполеона на площади на улице Сен-Никес, но карета с Наполеоном неслась на такой скорости, что она проскочила вместо взрыва. А через три месяца убили Павла. И Наполеон скажет, они достали меня в Санкт-Петербурге. То есть, Наполеон понимал, что это, в принципе, британцы хотели сработать два шара в лузу, но сработали только один. Поразительно вот что. В конце декабря 16-го года 16 великих князей из дома Романовых собрались и решили, что Николай должен быть устранен. Ну, вроде бы, с одной стороны, по-родственному, а с другой стороны, из них половина были, кто командующий Кавказским фронтом, кто командующий армией, а Николай II-й-то был главнокомандующий. То есть, с юридической точки зрения, это не что иное, как государственная измена, заговор. Кстати, Николай II знал, а об этой встрече ему донесли. Реакции ноль. К концу 16-го года ситуация была такова. Либо имперская власть начинает действовать в духе Ивана Грозного или Петра I, либо оппонента повернуть штыки в ее сторону. Ну, понятно, что Николай II далеко не Петр, он не реагировал на предупреждение о заговоре, хотя знал о нем, и ему предложили сделать то, что было сделано в 1907 году, когда была создана 3-е июньская монархия, то есть, упредить удар. Он ничего не сделал. Маняковский пишет в дневнике «Сильные власти, все, нет и как нет». Значит, у российской части заговорщиков была еще одна причина торопиться. Опасение, что произойдет социальная революция. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту. Я еще раз потом к нему вернусь. Дело в том, что одной из главных целей февралистов было дворцовым заговором упредить социальный взрыв, социальную революцию. То есть, Россия шла, с одной стороны, к социальной революции, а с другой стороны, к такому буржуазному перевороту. И вот эти, так сказать, два процесса шли рядышком. И дворцовый переворот, в форме которого должна была осуществиться буржуазная революция, он должен был остановить социальную революцию. Об этом, кстати, написал в записках о революции Суханов. Замечательный трехтомник. Очень рекомендую всем. Н. Суханов. Записки есть в интернете. Можно скачать, читать. Очень интересно. Так вот, он писал. Цели заговорщиков находились в таком кричащем противоречии, объективным задачам революции России, что революция должна быть остановлена, обуздана, приведена к покорности, покорена под ноги великодержавности. Это дань частному специфическому проявлению диктатуры капитала. То есть, классовый интерес февралистов здесь совершенно четко просматривается. То есть, вообще-то получилось как? Относительно небольшая группа самоуверенных, незадачливых краснобаев. Ну, представьте, 10 Явлинских. 17-й год. 10 Явлинских собрались. Ну, и там не план там 500 дней, а план там 50 дней построения буржуазных. Кстати, недавно Явлинский отметился статьей февральской революции. Ну, я ее пробежал, потому что читать это невозможно. Но смысл такой, что вот какая хорошая была революция, замечательная, какая страна плохая попалась до этой революции. Ну, вот, так сказать, в таком духе. Такой кричащий образчик слабоумия. Вот. И вот эти люди, они не понимали страну, в которой они живут. Они страшно далеки были от народа. И знаете, как Сверчок Буратино в «Золотом ключике» говорит, коротенькие и маленькие у тебя мысли. Вот у них были тоже коротенькие мысли. Они не просчитывали следующий шаг. Ну, берем власть. А чего с деревней делать? Ладно, город еще можно в столице там как-то проконтролировать. А что с деревней-то делать? Никакой аграрной программы у них не было. И вот это была серьезная проблема. Причем вот эти люди, Набоков, Милюков, Набоков-старший, я имею в виду, они считали себя европейцами, англофилами, англоманами. На самом деле, по отношению к британцам, они себя вели просто, так сказать, как колониальные интеллигенции по отношению к белым сахибам. Они считали, что вот там, так сказать, все решат, и там все очень-очень хорошо. У Блока есть такие строки. «Развязаны дикие страсти под игом ущербной луны». Вот эти вот ребята, они и развязали дикие страсти, потому что они полагали, вот эти люди все, типа Милюкова, они, я хорошо этот тип представляю по некоторым нашим деятелям думы начала 90-х годов, которые полагали, что они могут, и достоинства, они могут красиво говорить, могут быть спикерами думы там и так далее. Вот это люди были такого же типа. Это были представители профессорской науки, которые могли только с кафедры вешать лапшу на уши студентам и полагали, что они народу повесят такую же лапшу. Но вот с народом не получилось. Значит, с самого начала января 1917 года, несмотря на внешнее спокойствие, напряжение нарастало, и январь сменился февралем. Кстати, самого царя с 22 февраля не было столицы, его убедили столицу покинуть. Вот это поразительная вещь. Знаете, царь покинул столицу перед 9 января, и царь покинул столицу 22 февраля. То есть 9 января прокатило, в смысле он остался жив, но репутация была окончательно потеряна, и ущерб был нанесен моральной монархией, колоссальной. Здесь то же самое. То есть это означает, что человек не чувствовал страну, он не чувствовал, у него не было чутья, просто вот интуиции политической не было. Чем-то мне это Горбачева напоминает. Но не Ельцина, человек с фантастической политической интуицией. И вот в складывающейся ситуации заговорщикам нужен был только повод. Этот повод был создан. В середине февраля 1917 года власти Петрограда решили ввести карточную систему. Ответом стали волнения. Дума обрушилась на правительство с критикой тут же, что происходит. И в это время, как по заказу, в столице начались перебои с хлебом. Значит, первый ход. Кто-то вдруг, причем без всякой нужды, отдал приказ о мобилизации на фронт хлебопеков. Части петроградских хлебопеков. Некому стало выпекать хлеб. Второй ход. Хлеб был за пределами Питера. Но возникли проблемы с железнодорожным транспортом. Из-за его дезорганизации хлеб не могли подвести. Кроме того, помимо злого умысла сыграли свою роль и дешевтные соображения. Дело в том, что петроградские власти передали снабжение жителей двум купцам. Левенсону и Лесману. А те вместо продажи муки петроградцам начали втридорога продавать ее Финляндию. То есть вот дешевтные соображения и злой умысел создали взрывоопасную ситуацию. Дальше. 20 февраля администрация Путиловского завода объявляет локаут в ответ на требования рабочих об увеличении зарплаты. Администрация недоплачивала. Это у нас прописано даже в энциклопедии. А вот что не прописано, очень важная вещь. Значит, смотрите. У этих недоплат есть своя предыстория. В декабре 1916 года по команде из-за рубежа, то есть из страны союзник, из Великобритании, многие частные банки в России прекратили финансирование акционерных обществ. Причем не всех, а только тех, что владели промышленными предприятиями. Понятна логика, да? По сути, это был двойной удар. Подрыв военно-экономической сферы России и курс на обострение классовых конфликтов между предпринимателями и рабочими. Нужно сказать, вообще, конечно, нужно поаплодировать британцам лишний раз. Потому что они это сделали в декабре, а в феврале рвануло. То есть, грамотно выстраивались условия вот этого взрыва. Сразу же после объявления локаута, словно ждавшие этого Чхидзе и Керенский, установили контакт с руководителями нелегальных организаций, Шляпников и Юренев, это большевики, и договорились о проведении 23 февраля, по другому стилю, 8 марта, демонстрации, которая носила мирный характер. Первая демонстрация была мирной, но 25 февраля она уже стала перерастать в стачку, и уже бастовало 300 тысяч человек. Сначала власти, странным образом, вообще никак не реагировали. Потом спохватились, и Хабалов, командующий Петроградским округом, отдал приказ стрелять по демонстрантам. По официальным данным, было убито около 50 человек. Но стрельба по людям привела к неожиданным для властей результатам. Солдаты запасных полков, расквартированных в Петрограде, стали переходить на сторону демонстрантов. Началось все с Павловского полка, потом Литовский, Волынский. И вот об этих полках запасных стоит сказать особо. Во-первых, глупость была держать эти полки, и глупость, потом про вторую глупость я скажу. Значит, смотрите, в столице империи, в опасной близости от царя, от правительства, находятся некие запасные полки, которые когда-то должны отправиться на фронт. Ясно, что эти люди на фронт не хотят. Офицеров мало, потому что уже в 15-м году офицерский корпус был серьезно повыбит. Офицеров мало. Контроль над солдатами слабый. Солдаты болтаются по городу, лузгают семечки, задевают гражданских. То есть, вот эта вот расхристанная солдатня, она совершенно, так сказать, находилась в состоянии такого профессионального разложения, и очень боялась отправки на фронт. А власти как будто не понимали, что рядом динамит. Правда, в какой-то момент император приказал генералу Гурко убрать из столицы ненадежные части и заменить их гвардейскими частями с фронта. Думаете, это было выполнено? Ничего подобного. Ни градоначальник Балк, ни Гурко, ни Хабалов ничего не сделали. Я думаю, один из этих троих это делал специально, два другие были саботажники. Они отговорились тем, что в казармах нет места, ничего не можем сделать. Ну и Николай не стал настаивать, ну не можете, не можете. То есть, вот это размягчение воли, оно постоянно вот на каждом сантиметре. То есть, отчасти это был саботаж, отчасти это типично российское чиновничье нежелание шевелиться, если не стегнули плетью. И в результате вот этот пороховой погреб, он был. Ну и дальше вот начались волнения, и серьезный момент, это вот момент истины, это Волынский полк. Вот часть уже перешла, так сказать, на сторону восставших, а часть колебалась. И вот Волынский полк сыграл роль катализатора. Там ситуация была такая, солдаты сначала решили, их, так сказать, заводил такой Тимофей Кирпичников, Фельдфебель, он заводил, так сказать, солдат. Ну и солдаты уже двинулись, чтобы пойти брататься с демонстрантами. В это время появился офицер и сказал, ну-ка все, по местам, быстро, живо. Офицер есть офицер. Ну они двинулись к местам. Офицер развернулся и стал уходить. Кирпичников взял винтовку и убил его выстрелом в спину. Потом, сразу через несколько дней после всех событий, Кирпичников стал главным героем. Его портреты выставлялись в магазинах, в аптеках. После Октябрьского переворота Кирпичников бежал на Дон, явился к атаману Каледину и сказал, я Кирпичников пришел бить большевиков. Атаман Каледин спасел тот самый Кирпичников, он сказал, так точно. Каледин вызвал двух казаков, сказал вывести во двор и расстрелять. Его вывели во двор и расстреляли. Значит, 27 февраля почти 70 тысяч солдат из 180 тысяч перешли на сторону восставших. Остальные через день сдались. Очень большую роль в перевербовке солдат сыграли русские агенты британцев. Французский разведчик капитан Демолиси пишет, в дни революции русские агенты на английской службе пачками раздавали рубли солдатам, побуждая их нацепить красные кокарды. Я могу назвать номера домов в тех кварталах Петрограда, где размещались агенты, а поблизости должны были проходить запасные солдаты. То есть британцы и здесь успели. Ну, можно только поаплодировать. Хорошая работа. 27 февраля толпа рабочих солдат направилась в Таврический дворец, где в полуциркульном зале собрались депутаты, отказавшиеся подчиниться царскому указу о временном приостановлении работы Думы. И они сформировали там очень странное институцию. Временный комитет Государственной Думы. Куда вошла часть депутатов Четвертой Думы? Ее, кстати, никто не распустил. То есть сами эти люди де-факто распустили Думу. И туда вошли часть депутатов Четвертой Думы, часть Третьей, часть Второй, кое-кто из Первой. То есть вошли люди, вошли те, кто состоял в масонских ложах. Значит, одновременно в том же Таврическом дворце, но в другом помещении, группа меньшевиков, думцев и несколько большевиков провозгласили создание Временного исполкома Петроградского совета рабочих крестьянских депутатов. Петросовета. Председателем был избран Чиидзе, масон. Его же заместители были масоны Соколов, масон Скобелев, масон Суханов и масон Керенский. Значит, если учесть, что среди членов Временного комитета Государственной Думы тоже было много масонов, то понятно, что опять же, вот эта масонская линия, это была форма организации связи между двумя этими структурами. Поэтому, когда мы говорим о двоевластии, это, с одной стороны, правильно. Петросовет, временное, потом временное правительство. Но, с другой стороны, это, конечно, никакое не двоевластие. Значит, показательно, что в момент начала революции, как в 1939 году на допросах в НКВД, я не знаю, с чем связано то, что в 1939 году масонов, участвовавших в революции в февральском перевороте, их всех тягали на допросы и допрашивали. Так вот, известный масон Некрасов показал, всем масонам был дан приказ немедленно встать в ряды защитников нового правительства, сперва Временного комитета Госдумы, а затем Временного правительства. Более того, еще до февральских событий, как писал в 1930 году, уже, правда, не на допросе, а в эмиграции масон Кандауров, масонский Верховный Совет поручил ложем составить список лиц, годных для новой администрации. В результате во всех организациях, участвовавших в создании Временного правительства, оказались масоны. Тем не менее, в первые два дня событий февральского переворота те, кто его совершал, они чувствовали себя очень неуверенно. И поэтому Максим Горький написал, если бы нашлась хотя бы рота во главе с верными властями и офицерами, Таврический дворец был бы очищен очень быстро. Как заметил вице-директор департамента полиции Кафафов, в февральской революции 1917 года, в сущности, и победы никакой не было, ибо не было борьбы, власть не сопротивлялась, не боролась, а сдалась без сопротивления. То есть власть продемонстрировала полную импотенцию. Поэтому Розанов и написал, что Россия слиняла в два дня, самое большое в три, как и СССР, в три августовских дня. А что же Николай II в это время? Знаете, я когда работал над этой статьей, я смотрел наших поэтов и нашел у Николая Заболоцкого, но я смотрел любимых поэтов, у него есть замечательные стихи о феврале. Смотрите, царь закачался и нарочно кричал, что все это пустяк, что все пройдет и все остынет, и что отныне и навек на перекошенной неве и потревоженной пустыне его прольется благостыня. Но уж корона вкруг чела, другие надписи прочла. Все. Надпись «Все». 27 февраля Николай II наконец понял, что происходит что-то серьезное, и распорядился отправить в Петроград отряд георгиевских кавалеров в 700 штыков. Но их заблокировали, потом их заблокировал Алексеев. Сам он тоже двинулся в Петроград. Однако, когда царский поезд в два часа ночи, 1 марта прибыл в Малую Вишеру, комиссар Бубликов, это был масон, который заранее был посажен в Министерство путей сообщения, чтобы можно было контролировать перемещение царского поезда. Он заблокировал продвижение. Он начал говорить о том, что ужас, ваше величество, ужас, там революционные матросы и солдаты, и на Петроград двигаться нельзя. Надо двигаться в Псков. А там его, естественно, царя уже ждали, где главком Северного фронта Русский объяснил царской свите, не царю, царской свите, он сказал, теперь надо сдаться на милость победителя. То есть царя загнали в ловушку. В три часа ночи 2 марта генерал Русский начал телефонные переговоры с Родзянкой Алексеевым, и Алексеев послал телеграммы командующим фронтами, предлагая им высказаться по поводу отречения императора. Но телеграмма содержала подсказку. Там были такие слова «Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения». Вечером 2 марта в Псков прибыли Гучков и Шульгин, которые начали фактически запугивать императора опасностью для жизни его и членов семьи, если он не отречется. И в 22.40 Николай отрекся от престола за себя, на что он имел право, и он отрекся за своего сына. А вот на это он права не имел. Он здесь вышел за правовое поле, потому что он нарушил 37-ю статью законов Российской империи. Однако Гучков и Шульгин приняли отставку, сочтя такие детали неважными. И нужно сказать, что вообще-то февральская революция началась именно в тот момент, когда царь отрекся от престола. Не отрекись царя от престола, ситуация могла бы развернуться совершенно по-другому. Николай написал в дневнике «Кругом измена и трусость, и обман». И действительно, его предали все. Но разве император не предал свой народ в 1905 году, когда из-за его самоустранения были расстреляны люди на площади перед Зимним дворцом? Разве не предательством было отречение от престола? То, что позволительно частному лицу, не позволительно человеку, который писал, что он хозяин земли русской. Мне иногда говорят, он боялся за свою семью. Но здесь у меня два контр-вопроса. Он частное лицо или он государь-император? И второй вопрос практически. Ну и что? И спас он свою семью? Вот если бы император не отрекся, думаю, он и семью бы спас. И не было бы вот этого кровопролития. По крайней мере, в ближайшие 3-4 года не было бы. А вышло все по-другому. Самое интересное, что большая часть церковных иерархов благословно приняла переворот и поклонилась февралистам. То есть, по сути, церковь предала царя. И вот здесь очень интересно. Какое-то время назад патриарх, выступая, сказал, что вот беды, которые обрушились на русский народ в 41-м году, 22-го июня, это было наказание за революцию. Вот если бы у нас была дискуссия, я бы патриарху, он же гражданин Гундяев в миру, я бы ему сказал, что а может быть, вот те беды, которые на церковь обрушились в 20-е и 30-е годы, были возмезднием за то, что церковь предала императора. Другое дело, что жаль рядовых священников, которые не отреклись от веры Христовой и приняли в мученическую смерть. Но церковь, как институция, безусловно, предала царя. И, как говорил блаженный Августин, наказания без вины не бывает. Вообще, нужно отметить, что в феврале 17-го года исторически в России посыпались и рухнули одновременно и монархия, и православная церковь, и либерализм. Вот 17-й год – это крушение вот этих всех трех вещей. Поэтому, когда нам говорят там в 90-е годы про либеральные реформы, ну, либеральные здесь, сказать, это уже фарсовая чистая вещь. Так же, как все разговоры о восстановлении в России монархии после того, что произошло в 17-м году, это едва ли можно считать чем-то серьезным. Значит, вскоре после отречения Николая отрекся Михаил, которого тоже запугали, но его и особенно запугивать было не надо. Его специально выбрали, потому что он не хотел садиться на престол. Ну, и таким образом, великие князья и генералы, без которых заговор не состоялся бы, и которым была обещана либо монархия обычная, либо конституционная монархия, их переиграли. То есть, заговор британцев и банкиров оказался сильнее заговора великих князей и генералов. Единственное, что оказалось генералу Алексееву в такой ситуации, это сокрушаться. Никогда не прощу себе, что я поверил некоторым людям. Вы знаете, вот о шотландских гвардейцах, которые предали английского короля Карла I и выдали его Кромвелю, о них говорили так, шотландец клятву приступил, за грош он короля сгубил. Вот грошом генералов, которые приступили к клятву, была конституционная монархия. Но, оказалось, их обманули. И обещание было ложью с самого начала. И вот, скажем, кстати, почти все генералы плохо закончили. Например, генерала Русского, Красный, во время гражданской войны заставили вырыть могилу, а потом зарубили савлями и сбросили туда. Знаете, у Талькова есть такая песня, где есть слова и 9 граммов свинца отпустили на суд его грешную душу. А здесь просто клинки отпустили на грешную душу генерала Русского. Но армию тем временем громили. Еще 1 марта Петросовет издал приказ номер один, согласно которому в армии создавались солдатские комитеты. Петроградский гарнизон выводился из подчинения командованию. И отменялось титулование офицеров и отдача им чести вне службы. Но, естественно, честь перестали отдавать во время службы. Более того, офицеров начали убивать. У нас некоторые историки пытались доказать, и пытаются доказать, что приказ это просто была ошибка. Вот эти интеллигенты, они не понимали, что такое армия. Ничего подобного. Значит, смотрите, что говорил член Петросовета Гольденберг к французскому дипломату. Цитата. Приказ номер один не ошибка. Француз говорит, это ваша ошибка. Он говорит, не ошибка. Это была необходимость. В день, когда мы сделали революцию, мы поняли, что если мы не уничтожим старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. И мы не колеблись, выбрали последнюю, и нанесли, я смею сказать, гениальный удар. Вот таким же образом, кстати, шельмовали и разрушали армию в позднюю перестройку. Вот примерно по той же схеме, только без приказа номер один. Как отреагировала Антанта на свержение царя? Французы? Сдержано. А вот британцы были в восторге. Берти, посол Великобритании во Франции, пишет в дневнике, нет больше России, она распалась, и исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке, то есть Финляндии, Польши, Украины и так далее, сколько бы их не удалось сфабриковать, чем больше, тем лучше. По мне, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку. Еще дальше пошел британский премьер Ллойд Джордж. Он выступал в парламенте, как раз сообщили о свержении самодержавия. Ллойд Джордж пафосно сказал, достигнута одна из главных целей войны. То есть, одна из главных целей войны – это свержение государя страны-союзника. 9 марта 1917 года был арестован гражданин Николай Романов, бывший царь. Курировал этот вопрос. И вообще все вопросы, связанные с царской семьей, равно как и с арестованным министром временного правительства Керенский, по поводу арестованной царской семьи, он пафосно и заявил, да, я держу их под стражей, но не как министра юстиции, а на правах Марата. И на правах представителя победившей масонерии. Поскольку, как позднее признал сам Керенский, решение об аресте царской семьи вынесло могущественную ложу Петербург, а сам арест решено было обставить нарочито, грубо, как демонстративное низложение. Вообще, Керенский очень интересная фигура. Формально он был только министром труда в самом начале, но уже с самого начала он был человеком номер один. Он занимал доминирующее положение и во Временном правительстве, и в Петросовете. То есть он был и над Петросоветом, и над Временном правительством. Что же такое было в этом человеке? Происхождение совершенно неясного, мутного. Одни говорили евреи, другие говорили немец. То есть происхождение мутного. Не в растеннике, если не истероид. Позер. Опытные юристы говорили о том, что он профнепригоден. Такая была характеристика на Руси тогда. Трехрублевый адвокат. Вот он был трехрублевый адвокат. Именно, как известно, именно троечники бегут в политику. Потому что серьезный человек не оторвется ни от станка, ни от сахи, ни от письменного стола. Но вот он побежал. Значит, в 1912 году Керенский стал членом русской ложи Великого Востока Франции и началась его карьера. Рассказывают, что в конце жизни, умирая в больнице для бедных, Керенский в интервью сказал, что для предотвращения революции в России нужно было расстрелять одного человека. Журналист спросил Ленина, Керенский сказал, нет Керенского. Я когда прочел, первый раз я подумал, ах, Александр Федорович, Александр Федорович, как был эго-маньяк, так эго-маньяком и остался. И даже под конец жизни не понял, что был лишь марионеткой могущественных сил, выбравших и назначивших его, как Есенин написал, «Калифствовать над страной на белом коне». Кстати, о событиях февральской революции, но только с деревенского угла. Есть потрясающая поэма у Есенина «Анна Снегина». Вот перечитайте ее. Это просто, во-первых, это потрясающая поэма, а во-вторых, это о событиях февраля. И когда я работал на статье, мне позвонил Санислав Юрьевич Куняев и говорит, вы давно перечитывали Анну Снегину? Я говорю, а у меня вообще этот томик стоит, вот так, чтобы можно дотянуться рукой, я ее постоянно перечитываю. Он говорит, ну, все, тогда у меня вопросов нет. Но говорит, там очень много о февральских событиях, точнее, о февральских и после. Я вам рекомендую, перечитать. Там очень интересные есть метафоры потрясающие. Значит, кто же стоял за Керенским и придавал ему смелость? Вот Милюков, как всегда, сильный задней мыслью, писал. Значит, писал он следующее. «Тогда я не мог знать об этом». Но это он врет просто. Он уже тогда знал, но ему нужно было соблюсти приличие. Милюков пишет, значит, я об этом не знал, но воспоминания Бьёкинена заставили меня прийти к заключению, что источником, стоявшим за Керенским, были переговоры за моей спиной в английском посольстве. Значит, если учесть тесные связи Керенского не только с британцами, но и с великой ложей Франции, то понятно совершенно, кто его сотворил. Кстати, о Керенском есть масса мифов, что он там в женском платье убегал, ничего подобного. Никуда он в женском платье не убегал. Он надел очки такие вот летно-мотоциклетные своего шофера и вот в таком виде уехал. Так что все эти, сказать, насчет переодевания, это ерунда. Пока народ, а точнее та его часть, которая в ситуациях ослабления власти превращается в чернь, в зверя, грабила лавки, убивала полицейских, февралисты обделывали свои дела, собственно, ради которых и затевалось. Дел было два. Власти капитал. Власть они взяли, а вот с капиталом очень интересно. В первые же дни февралисты приступили к реализации диктатуры капитала, которая обернулась переизданием государства Витте, но без сдерживающих начал. Временное правительство тут же отменило программу Маняковского, которая им очень мешала, они это тут же отменили. И, сказать, то есть казенный сектор нам не нужен, мы будем это все отменять. Однако уже во второй половине марта эйфория начала проходить. Вот эти краснобаи, которые дорвались до власти, они поняли, что надо чего-то делать со страной, надо управлять. Но город, они худо-бедно контролировали. А чего с деревней делать? В деревне шла уже Пугачевщина. На все эти декреты временного правительства мужик наплевал. И в самом городе ситуация изменилась. Значит, смотрите, вот как описывает мартовский Петроград Федор Степун, будущий известный философ, а в 17-м году офицер, близкий к эссерам. Я думал, что увижу Петроград гневным, величественным, наполненным революционной романтики. Ожидания мои не сбылись. Впечатление было сильное, но обратно ожидаемому. Петроград по внешнему виду и по внутреннему настроению являл собой законченную картину разнузданности, скуки и пошлости. Не приливом исторического бытия дышал его непривычный облик, а явным отливом. Бесконечные красные флаги не веяли в воздухе с тягами и знаменами революции, а пыльными красными тряпками уныло повисали вдоль скучных серых стен. Толпа серых солдат, явно чуждых величию свершившегося дела, в распоясанных гимнастерках и шинелях в накидку праздно шатались по грандиозным площадям и широким улицам города. Изредка куда-то с грохотом проносились тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики, ружья на перевес, трепанные вихры, шальные злые глаза. Нет, это не услышанная мною на фронте великая тема революции, не всенародный порыв к оправданию добра свободного, а ее гнусная контртема. Это хмельная радость о том, что наша взяла, что гуляем и никому ни в чем отчета не даем. Потом в эмиграции февралисты будут собачиться и выяснять, из-за кого было все проиграно. И вопрос действительно интересный. Почему так все вышло? У него два аспекта. Качество системы и народа, которые незадачливые февралисты пытались оседлать, и качество самих февралистов. Вот замечательный, блестящий писатель Маркеев видел секрет России в следующем. Я думаю, что это блестящая совершенно фраза. Секрет России заключался в том, что масса не способна порождать пирамиды власти. Их жестокая иерархость и законченность были чуждой ее аморфной природе. Правители России всегда привносили идею пирамиды извне, очарованные порядком и благолепием заморских стран. Но не они, а сама масса решала, обволочили ее животворной слизью, напитать ли до вершины живительными соками или отторгнуть, позволив жить самой по себе, чтобы нежданно-негаданно развалить одним мощным толчком клокочущей энергией утробы. Масса только с высоты пирамиды власти кажется киселем. Внутри она таит жестокую кристаллическую решетку, из которой куют стержни, прошивающие очередную привнесенную из-за рубежа пирамиду власти. И только эти стержни даруют пирамиде устойчивость и целостность. Стоит изъять их, и уже ничто не спасет государственную пирамиду от краха. Смотрите, что делала власть с 60-х годов? Она как раз вот эти решетки, о которых Маркеев написал, она их со страшной силой расшатывала. И февраль – это был последний вот такой акт расшатывания этих решеток. А октябрь – это был ответом на расшатывание. Значит, какие цели преследовал февральский дворцовый переворот? Во-первых, учредить буржуазно-либеральную власть, а во-вторых, и вот это самое главное, заблокировать реальную социальную революцию, которая потом рванула в октябре. Солоневич очень хорошо написал, февральский дворцовый переворот был результатом целого комплекса нездоровых социальных отношений, накопленного всем петербургским периодом русской истории. То есть, к февралю и октябрю Россия шла очень-очень долго. Умные люди среди кадетов, кстати, предупреждали, что дворцовый переворот может плохо закончиться. Вот, князь Долгоруков, председатель Центрального комитета кадетской партии, то есть, партия Милюкова, писал, дворцовый переворот не только нежелателен, но скорее гибелем для России. Дворцовый переворот не может дать никого, кто явился бы общепризнанным преемником. И вот здесь возникает вопрос, ну что же, сказать, эти люди, ну совсем были глупые. Ну кто-то глупый, да, но повторяю, скажем, если брать не февралистов, а раньше Столыпина, а среди февралистов Гучков, ну безусловно, умный, волевой, лично мужественный человек, ездил воевать на фронт, рисковал жизнью, но повторяю, они, вот ум этих людей носил классово ограниченный характер. Солоневич, по сути дела, выписал приговор о тем, кто делал февральскую революцию. Я не совсем согласен с ним здесь по именам, но в целом он все правильно написал. Кто делал революцию, пишет Солоневич, делал революцию февральскую вся второсортная русская интеллигенция последних ста лет. Именно второсортная. Ни Достоевский, ни Менделеев, ни Павлов, никто из русских первого сорта при всем их критическом отношении к отдельным частям русской жизни революции не хотели и революции не делали. Революцию делали писатели второго сорта вроде Горького, историки третьего сорта вроде Милюкова, адвокаты четвертого сорта вроде Керенского. Делали революцию почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая сотен университетских и прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию на Красной площади рядом с Мавзолеем Ильича не стоит памятник неизвестному профессору. Без массовой поддержки этой профессуры революция никогда не имела бы общественной опоры. Но дело не только в профессуре. Дело в целом состоянии верхов общества. Я вам просто несколько цитат приведу. Смотрите, что пишет Суворин. «У нас нет правящих классов. Придворные даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд. Государь окружен или глупцами, или прохвостами». Генерал Масалов. «Поймоненными ямами были столичные и высокосветские салоны. Русский правящий класс оплевал самого себя как слабоумный больной, умирающий на собственном гновище. Слабоумные – вообще-то это фиксация неадекватности. Окружение царя в Ставке, писал Масалов, производило впечатление тусклости, безволия, апатии и, важный очень момент, и предрешенной примиренности с возможными катастрофами. Вообще отсутствие воли тех, чья прямая функция – защищать режим, это крайнее проявление системного кризиса. И не удержусь, опять же, вот процитирую Солоневича, который квинтэссенциальным деятелем февральской революции считал Милюкова. И вот, что он написал о Милюкове. Я думаю, что это ответ на все вопросы, почему вот эти люди должны были проиграть, потому что они были импотентами. В конце 16-го, в начале 17-го года, пишет Солоневич, профессор Павел Николаевич Милюков вел неистовую атаку на проклятый старый режим, не стесняясь никакой измены и базируясь на любую глупость. Но это он обыгрывает, глупость или измена. Воима победы западных демократий в союзе с русской революцией над лекционными режимами Вильгельма Николая. Когда проклятый кровавый старый режим был свергнут, и когда Великая Бескровная простерла ризы своей над Россией, профессора Милюкова она выперла вон. Тогда профессор Милюков вынырнул в немецком Киеве и предложил немецкому генералу Эйхгорну борьбу против западных демократий, против Великой и Бескровной русской революции и в союзе с Вильгельмовской реакцией. Генерал Эйхгорн вышиб профессора Милюкова вон. Тогда профессор Милюков вынырнул в Деникинском Ростове и предложил генералу Деникину новую комбинацию – борьбу русской реакции против русской революции и против германского милитаризма в союзе с западными демократиями. Генерал Деникин вышиб профессора Милюкова вон. И дальше идет, как профессора Милюкова вышибали. И вот, когда смотришь на февралистов, на героев февраля, вот у меня вспоминаются только одни строки. Это Пушкин. Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, поднапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. Другое дело, что, к сожалению, могло получиться так, что вместе с февралистским бедненьким бесом Россия могла ножки протянуть, но России пришлось нырнуть в котел с кипящей водой, чтобы вынырнуть отсюда добрым молодцем СССР, а старый строй в двух котелах там свалился. Вместе с остатками февралистов и теми, кто им помогал. И вот здесь возникает вопрос. Вот какие-то уроки февраля вообще есть? Вообще в истории уроки истории – это, конечно, вещь, никто не учит эти уроки, но, так сказать, как фигуры речи. Значит, и какие параллели? Вообще параллели есть. Вы знаете, кто помнит, какой герб у нас был сразу после 1991 года? Я уже не говорю о том, что хотели вот эту думу, которую потом созвали, хотели ее назвать Пятой думой, но потом поняли, что это вот Се-Том Петро, как французы говорят, и решили оставить первую, то есть провести четвертая, пятая. Значит, никто не помнит, какой был герб? Без корон. Без корон, совершенно верно. То есть герб без корон, как у февралистов. Но вот в другом отношении февралисты оказались мудрее. Они сразу ввели прогрессивный налог, чтобы народ не раздражать. Это то, что у нас никак не могут ввести, все обещают, может, там введем. Но февралисты вот ввели. А вот ельциноиды, когда меняли советский герб, они точно воспроизвели... Значит, есть определенное сходство между февралистами и ельциноидами, которые, так сказать, куроресили в 90-е годы. Это вот по качеству человеческого материала. Это третий, четвертый, второй, пятый, двадцать седьмой сорт. Впрочем, нельзя не отметить, что как бы скептически мы не относились к Мирюковым, Набоковым, и прочим, все-таки люди эти были намного более образованные и содержательные, чем Гайдара Чубайса Бурбулиса. Потому что, ну, все-таки, разница есть. Ельциноидам пришлось легче, чем февралистам. Во-первых, Россия уже не была аграрной, и не было проблемы контроля над аграрным населением, которое и подсекло февраль. А во-вторых, Запад помог ельциноидам так, как он не помогал февралистам. Запад вложился в ельцинский режим. И в этом существенное различие. Значит, еще одна вещь. Это отпадение населения от власти. Взять 1916 год, взять 2016. В 2016 год выборы побили рекорд, так сказать, по тому, какая часть населения не пришла на выборы. Да, и еще есть одна очень интересная параллель между 1916 и 2016 годом. В 1916 году война, кризис. Фаберже получил максимум заказов на свои поделки. В 2016 год, кризис. Российские богатеи купили максимальное количество дорогих яхт и автомобилей. То есть, первое время, чем мы там, то же самое здесь. Значит, сейчас нельзя сказать нынешнюю ситуацию. Там, как у нас говорят, противостояние двух башен. Это в значительной степени не так. Тем не менее, особенно в октябре, особенно в преддверии, когда значительная часть нашего истеблишмента полагала, на мой взгляд, что следующим президентом будет гражданка Клинтон, «Безумная Хиллари», выявился очень интересный момент. Вот такой подковерной борьбы. Но когда отслеживаешь день за днем, каждый день, то возникают очень интересные вещи. Я приведу только один пример. Значит, смотрите. 18 октября президент выступает и говорит, что в принципе ситуация не так плоха в стране. Вот такое, так сказать, сдержанно, напряженно-оптимистическое. А 19, 20 и 21 противоположная сторона начинает забивать гвозди. Значит, смотрите. 19 октября 2016 года. Информа агентства «Блумберг» на основе данных, представленных Центральным банком Российской Федерации, сообщила, что в стране падают обороты розничной торговли 21 месяц подряд, исчезает средний класс, растет материальное неравенство, и что все эти факторы могут привести к утрате Центрального банка контроля над инфляцией. Вчера президент говорил, что все в порядке, а сегодня Центральный банк говорит, а мы не можем и не сконтролировать инфляцию, извините. Это удивительно. 20 октября публикуется официальный прогноз Министерства экономического развития, согласно которому у экономики РФ впереди долгие годы стагнации с темпом роста 1,7%, 2,6%, то есть в полтора раза меньше, чем в среднем по миру. То есть речь идет о снижающейся динамике роста. Это еще один привет. А 21 октября, то есть прямо вот один день, один день, один выстрел. 21 октября 2016 года Фонд независимого мониторинга здоровья зафиксировал в своем докладе рост смертности как прямой результат так называемой реформы здравоохранения. Цифры все правильные. Но дело в том, что когда выбран момент? Значит, они пишут, что число коек в больницах уменьшается. Это абсолютная правда. Число госпитализируемых снижается. И растет летальность не вообще, а внутри больничная летальность. Незначительно, но растет. 2014 год в больницах у нас умерло 495 тысяч человек. А в 2015-м 519 тысяч. И дальше они делают вывод. Все это бьет по наиболее бедным слоям населения. Какие у нас составляют 70%. А это означает, что сокращение срока жизни и рост смертности бьют уже по населению страны в целом. То есть, кризис. 18-го президент говорит одно, 19-20-21 ему совершенно другое. Мне это очень напомнило противостояние в 16-1916 году между властью. Конечно, не сравнить. Тогда оно было значительно острей. Тем не менее, какие-то параллели есть. Значит, ну и последнее. Это уроки для кланово-олигархических режимов. Что показывает история с кланово-олигархическим режимом позднего самодержавия и с феврализмом? Значит, первое. Кланово-олигархические режимы не жизнеспособны. Потому что, поскольку персонификаторы этих режимов, для них самое главное – личное обогащение и сохранение власти, эти такие режимы не могут быть жизнеспособными. Кроме того, власть в таких режимах всегда самоизолируется. То есть, происходит растаскивание власти и населения. С точки зрения международной, эти режимы – слабое звено. Поскольку в случае кризиса, кризис будут сбрасывать на них. А поскольку социального жирка в них нет, поскольку огромное социальное неравенство, кто знает, сколько у нас, кстати, долларовых миллиардеров? 96. А долларовых миллионеров? 105 тысяч. И кто знает, какой процент благосостояния они контролируют? 89%. То есть, значит, в этом отношении мы лидер. Второе место – США, третье место – Китай. Поэтому, когда мне говорят, что в Китае социализм, мне как-то странно становится. На самом деле, это обычный кланово-олигархический режим. Так вот, во внешнеполитическом плане кланово-олигархические режимы очень и очень уязвимы. И им приходится решать свои задачи в условиях крайнего социального неравенства и очень небольшого запаса социального жира. И в этом отношении история февралистов и история позднего самодержавия, я думаю, должна очень внимательно изучаться аналитиками, которые работают на существующий в стране режим, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Проблема, однако, заключается в том, что история практически никого не учит. И, причем не только в нашей стране, это и в других странах так происходит. И наступают, в общем-то, на одни и те же грабли, потому что, ну, это такой, я бы сказал, вульгарный экономизм, но он работает. Доллар мутит разум. И с этим ничего не поделаешь. Особенно в бедных странах, где власть еще вчера выбежала из подворотни и ничего хорошего не видела. И, естественно, в такой ситуации доллар мутит разум совершенно окончательно. И вот февралисты, при том, что там, правда, далеко не все выбежали из подворотни, но они совершили именно вот эти ошибки. Не зная страну, они взялись руководить тем, чем они руководить не могли. И опять же, вот я хочу закончить очень интересную метафору из Олега Маркеева, где он пишет, что... Это он пишет про Ельцинскую администрацию. Но это и к февралистам относится, что шустрики из администрации президента напоминали ему команду глупых пингвинов, которые забрались на айсберг. Они могут там шустрить, гадить. Они даже могут думать, что это они руководят движением айсберга. Но на самом деле они не понимают, что айсберг несет течение океана. А вот как устроен океан, они просто не понимают. Все на сегодня. Спасибо. Если... Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали, насколько страна 50 лет шла к кризису и к двум революции. Ну, к двум революции. И был, некоторое время, катализатором стала внешняя, больная и внешняя сила. Был ли какой-нибудь положительный вариант решения этой проблемы? Могла ли история пойти по другому? По какому? Ну, вот по какому? Так, чтобы не без революции, без гражданской войны, без стирания власти, концевых слоевностей? Вы знаете, я думаю, что, к сожалению, нет. Вот в ситуации, когда одна часть живет по законам, выражаясь политэкономическим языком, капиталистического уклада, а другая часть в эту систему никак не вписывается, здесь вопрос мог быть только такой, революция будет жестокой или сверхжестокой? Вот если бы Столыпинские реформы прошли, ну, я просто не представляю, что было бы в городах. У нас просто резня была бы. Это была бы такая гражданская война, которая растянулась не на 4 года, а там вот на полтора. Вы представляете, помните рассказ Горького «Челкаш»? Вот ведь Горький был не пролетарский писатель, он был мещанско-люмпинский писатель. И вот те, кого он описал, вот, скажем, его дядья из его вещи детства в людях моей университеты, вот эти люди и вышли бы на улицы, и было бы нечто страшное. То есть в этом отношении, понимаете, вот вариант вроде бы какой. Успешная буржуазная модернизация в стране, которая имманентно антикапиталистична, и в которой ценность, социальная справедливость, не может быть капиталистического уклада, его нужно было срезать вместе со всем петербургским периодом. Это был вопрос выживания этой системы. Альтернативой был распад России, ну и тогда бы вообще история по-другому сложилась. Я, кстати, глубоко убежден, что если бы Россия распалась в 17-18 году, если бы ее не было, не было бы на Западе никакого кризиса 1929-1932 года, они спокойно бы его проскочили. Также, как, кстати, если бы Советский Союз сохранился в конце 80-х годов, что было вполне вероятно, вот тогда бы капиталистическую систему в 1993-1995 году потряс бы такой кризис, что мало бы не показалось. Собственно, три группы аналитиков-прогнозистов Рейгана и два человека, независимо от них, в Советском Союзе, Побиск Кузнецов и Владимир Крылов, они предсказали 89-95, но, грубо говоря, капитализму конец. И на Западе очень серьезно отнеслись, как сказать, к прогнозам своих. Они не знали про прогнозы наших. Но Советский Союз рухнул, и кризис удалось отвести аж до 2008-го года. Но возвращаясь к вашему вопросу, нет никакого другого варианта, кроме революции, не вижу. Менщиков был прав, что если не произойдет смены энергии, Россия крышка. Альтернатива – это распад России. И вот, ну, не получилось бы, вот, 91-й год – это и не распад, и такая странная, как бы сказать точнее, хроника объявленной смерти, такая растянувшаяся, но не распад. Не распад по одной причине – ядерное оружие есть, опасно распадаться. Пожалуйста, да. У меня два вопроса. Давайте. Я бы так сказал, первый вопрос, это, наверное, больше к духовенству. То есть, я вместо духовенства, да, не слабо. Вы знаете, атеист, атеист вместо духовенства – это круто. Ну, на ваше мнение, почему все-таки Николай Второй, после того, как вы это все рассказали, был причислен к Ипусу Святых? То есть, я тут видел, я не знаю, вы можете это в интернете посмотреть. У меня есть еще более интригующие, загадочные вещи. Тут наш премьер-министр, наш патриарх подарили икону в Троицесерговой лавре, где изображена Маша Гогенцоллер и ее папаша эсэсовец. И если, так сказать, премьер-министр наш, он, так сказать, может и не знать этого, он, так сказать, там где-то витает, но патриарх должен знать, что это такое. Так что насчет Николая Второго не знаю. Логика не ясна. Да, я знаю, но дело в том, что он никогда потом не оспорил этого, понимаете, он же мог бы и оспорить, но он этого не сделал. Но, знаете, вот здесь подписывал, не подписывал, здесь я вам отвечу по-другому. Это Герберт Уэллса в конце 30-х годов спросили, он как относится вот ко всем разговорам о протоколах сионских мудрецов. Это фальшивка или правда? Он говорит, да какая разница, фальшивка или правда? Произошло-то все, как там написано. Вот, то же самое с Николаем. Но я думаю, что на самом деле он подписал, потому что он действительно, судя по его... Даже вообще дневник Николая Второго, это, так сказать, в значительной степени, по-видимому, это фальшивка. Но, судя по тому, что он переживал, он действительно больше всего на тот момент думал о своей семье. И тем самым, на самом деле, ее погубил. И себя. Да. Андрей Ильич, скажите, с вашей точки зрения, если бы он Николай, в момент, когда его приехал, Бучков и команда уговаривал подписывать причину, если бы он уперся, они готовы были поступить с ним, как с Павловым? Нет, они готовы были с ним поступить, как с Павловым. Но дело в том, что солдаты, которые его охраняли, готовы были поступить с ними, как с Павловым. Вот. Так что здесь, в общем, ситуация была. И, кроме того, они-то были готовы, но все равно им было очень стремно. И с Павловым, вы знаете, ведь там история, так сказать, такая была. Там все висело на волоске. Потому что, когда сначала их было 50 человек, которые шли убивать Павла, а потом они для смелости так прихлебывали, прихлебывали. И уже около, так сказать, к концу дошли человек 10-12. И тут вышел капитан и говорит, вы, говорит, куда вообще идете? Ну-ка, марш назад. И они все стали разворачиваться. И тогда Зубов, видя эту ситуацию и понимая, что завтра на плаху могут потащить, там, послезавтра, он заорал, куда прешь капитанина, дал ему пощечину. Ну, и тогда они двинулись. То есть, в таких ситуациях очень много решает случайность. И вот, когда все на весах, бабочка села на эту чашу. Все, она перевесила. Еще вопрос. Скажите, вот вы делали лекции по истории России. А вот у вас заплатные будете делать по Западу? Знаете, это моя, это вообще моя мечта. Но дело в том, что вот тот курс лекций, который я прочел по России, я в свое время, это был, сейчас скажу, какой, 95-96 год, я год не делал ничего другого. Вот я только сидел, ну, и брал по каждой лекции, там, клал 20 книжек, например, и за неделю писал одну лекцию. Это была изнурительная вещь. То есть, для того, чтобы сесть, написать, во-первых, Запад больше, чем Россия. Вот, мне бы очень хотелось написать о Западе, потому что у нас картины Запада нет, и у нас нет хорошего учебника по Западу. Но очень, может быть, мы сработаем по другому принципу. По крайней мере, такая задумка у нас в Институте системы стратегического анализа есть. Есть такая история, называется, издательство Фонтана, Фонтана History of Europe. Они всю историю Европы разбили на 50-летние отрезки с 1340-х годов и до 1949-го, по 50 лет. Причем они пригласили очень сильных историков, которые написали это для широкой публики. У нас есть затея такая, во-первых, это перевести, а во-вторых, я бы тогда написал каждому, так сказать, тому страниц 150 послесловия, и это бы решило некоторые проблемы. Но это пока только у нас такая задумка, потому что хватает дел других, мы запустили сейчас проект, который называется «Жизнь замечательных лет 1960-х годов». Это вот Федор Розаков, так сказать, будет делать год за годом. Значит, в апреле, в конце апреля выходит первый том, точнее, выходит в двух книгах. 60-й год называется, то есть мы начали с последнего года 50-х, и первая полуполукнижка 745 станет, вторая 600. Это 60-й год по Советскому Союзу. День за днем, что происходило, кто играл в хоккей, и чем занимался партией правительства. То есть это совершенно фантастическая такая летопись того, что происходило. Ну и, по-видимому, каждому тому я буду писать некое такое, так сказать, присловие-послесловие. Так что вот у нас пока вот такой проект. Да, пожалуйста. — А вот у вас текстовый вариант ваших лекций в России есть? Вы знаете, он... Вы знаете, какая штука? Он... Вот синопсисы есть, они напечатаны. А вот сами тексты лекций, они вот в значительно худшем состоянии, чем то, с чем Жванецкий выходит. Вот с этим портфельчиком. — Спасибо, где нет. — В интернете висит. — В интернете вывешен... Вы понимаете, особенно синопсис. Я полностью переписал лекции с 1953 по 1991 год, и мне осталось, это следующая осень, я их прочту, три лекции по Ельцинскому периоду, три лекции по Путинскому. И это будет, сказать, финал, завершение всего вот этого цикла. Вот. Да, пожалуйста, вы хотели. — Андрей, позвольте сначала... — Спасибо. — Открываетесь, как и метры, глаза на Викторович, — Ну, хорошо. Вы знаете, сейчас, секундочку. У меня был очень хороший такой знакомый, Ференс Фехер, потрясающий совершенно человек. Он любил повторять одну фразу. «Именно несогласие делает жизнь стоящей штукой». Вот мне эта фраза очень нравится. — Вот, у меня глотеист, поэтому вам трудно оценить Николая Второго. — Ага. — Вот, если посмотреть на него, пробить на тайну, то есть, что он сделал. — Смотри, столкни, если бы не случилось 17-й год, февраль-помощник, вот вы бы сейчас знали, вот всю эту меру, за которую вы не творите. Вот как узнать меру? Отставиться. А вы помните, что у стола и второго было предсказание, что 18 года до России кончилось? — Мне кажется, он сам, еще помню, хотел бы, путриарху, — Да, да, я помню это. — Вот, религиозный прядок. Вот, это воспринимал, как некую данную, некую предназначение. — Да, я понимаю, оппозиция ясна. Знаете, вот, а религиозный взгляд, это замечательно. Только не надо было русского мужика гнать под немецкие пули для всех этих дел. Понимаете, вот это вот, вот это вот его вся штука, она очень дорого России обошлась. Мировая война, гражданская война. Что-то мы очень дорого заплатили, вот за эту провиденциальность. — А христиане первые, что тут? — Да. — Да. — Это, вы знаете, нам так кажется, потому что мы знаем результат. Я думаю, что хотел-то он совсем другого. Вот зная психотип Керенского, подумать, что он делал специально, чтобы передать власть Ленину, это совершенно другое дело. Его могли вести таким образом, но не для того, чтобы Ленину передать власть, а для того, чтобы Россию совсем развалить. Но чтобы сам Керенский думал, что передам-ка я власть Ленину, нет, это был совершенно другой человек. Хорошо, тогда получается, что Октябрь тоже был запланирован в вашем политическом противе? Отчасти, да, отчасти, отчасти нет. Он в значительной степени был, например, запланирован нашей разведкой и контрразведкой, которые были в ужасе от того, что происходит. Но то, что это был тоже переворот и военный переворот, прежде всего, это совершенно верно. Да, позиция, так сказать, насчет провиденциальных спонят. У меня, кстати, вы не первый, кто мне задает этот вопрос. Да, пожалуйста. Я могу спросить, я знаю такого, кто адекватно, по крайней мере до 46-го года. Иосиф Иссарионович Сталин. Как вы спросите, вообще, в главной истории нашей стране, кого вы можете выделить, кроме, может, Сталин, из таких вот лидеров, кто адекватно... Адекватно. Вы знаете, вот я могу сказать, что не конкретные лидеры, а вот английский истеблишмент середины 80-го года. Очень адекватно, очень адекватно оценивал ситуацию. А? Середина 80-го. А, в 20-м веке? Я вообще не просил. Ну, безусловно, это английский истеблишмент, безусловно. Французы в меньшей степени, немцы, нет, пожалуй. Вы знаете, были отдельные люди. Вот смотрите, вот если взять наш период после смерти Сталина, я узнаю просто по 80-м годам, как несколько людей просто объяснили, что будет со страной. Одного даже, так сказать, не читали для ГБ записки, другого Андропов прочел, Побиско-Кузнецова, который, так сказать, нарисовал схему. Он соотнес соотношение доллара и киловатт-час и объяснил, что произойдет в 93-м, 95-м годах. Вот. Но здесь опять же проблема. Смотрите, вот сейчас такая ходит версия, что Андропов был агент Запада, ничего подобного. Андропов решал ведомственные задачи, но он смотрел на все процессы именно сквозь ведомственную призму. Вообще, нужно сказать, что наше послесталинское руководство, у нас не было ни одного человека, кто смотрел бы на мир с точки зрения государства. Это либо был обкомовский взгляд, либо ведомственный. Когда Устинов громил то, что делал Челомей, он исходил из интересов своего ведомства. Когда Косыгин гробил программу ОГАЗ Глушкова, он исходил только из одного. Как это так? Значит, мы теперь приписками не можем заниматься. У нас теперь какие-то тут появятся люди, которые нас будут просвечивать. Так что здесь вот все совершенно в этом отношении понятно. Но вообще, я вам должен сказать, что трезвый взгляд на реальность – это вещь довольно редкая. Поэтому такое количество ошибок. Это знаете, Киссинджер, когда стал госсекретарем, его спросили, вы будете совершать те же ошибки, что прежняя администрация сказала? Да ни в коем случае, мы будем совершать только свои ошибки. Да, есть такая версия. Не знаю. Не знаю. Вообще, обычно, значит, совершенно слово правильно сказано. Когда такого уровня людей, если это действительно неестественная смерть, это, безусловно, черная метка. Это вот такой сигнал безусловный. Так что, да, пожалуйста. Я точно не наиболее авторитетный историк. Потому что есть периоды, которые я вообще не знаю. Ну, вы знаете, ну, Стариков, ну, он же не историк, он публицист, он не претендует. Вы знаете, ну, я смотрел какие-то работы, я знаю, что в Питере вышли две книжки, причем автор этих книг, какой-то таможенник, который говорит, что, так сказать, я не историк, но я окончил 10 классов. И я говорю, книга называется «Анти Стариков». И он там перечисляет, вот, сказать, ошибки. Вот, но сам подход, вот Стариков, сказать, то, о чем он пишет, выводы, по выводам, он, в общем, все говорит правильно, совершенно другое дело. Аргументация и соответствие фактам. Но, повторяю, он историк, он не историк, с него, сказать, спрашивают в этом отношении. Что касается Платонова, он очень дотошно изучал, сказать, факты, очень многие вещи. Но он почему-то полагает, что единственная форма закрытой организации – это масоны. И он видит масонский след там, где, скажем, в начале 20 века уже действовали значительно более серьезные и крутые люди, чем масоны. Но то, что он сделал, вот этот огромный корпус литературы, это, я считаю, интеллектуальный подвиг, этим надо пользоваться. Я вообще отношусь к всему написанному так же, как вот меня в этом отношении Эммануил Валерстайн научил, когда мы с ним работали. И он порекомендовал студентам для семинара одну книгу, я сейчас не помню, какую я ему говорю Эммануил. Я говорю, ну, ерундовая книга. И он сказал фразу, которую я с тех пор, скажите, let's write down right things. Давайте выписывать правильные вещи, вот там можно кое-что подчеркнуть. Вот, у Платонова нужно, у меня практически все книги Платонова есть, но я помню, что масоны, особенно в 20 веке, это не самые страшные и не самые главные люди. Да. Да, и очень похоже. Очень похоже. Вот как в керамбуре, 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 керамбуре. Да нет, ну, вы знаете, какая штука? Здесь нужно просто понимать, что такое британская элита, которая в жизни никогда никого не примет. И уж если они каких-нибудь безродных людей примут в свою семью, вроде Дианы Спенсер, то только по одной причине, потому что ее папа 10 предок Карла I, то есть Стюартов, а Стюарты связаны с мировингами, поэтому они, так сказать, дворняжкам-вензорам, они могут очень, так сказать, хорошо помочь. Так что никогда никакого бы русского царя туда не приняли и близко бы, не, так сказать, не пустили. Но они же братья, или нет? Знаете, в одном английском, в одном американском романе есть хорошая очень фраза, значит, там сюжет, он типологически другой, чем то, о чем мы с вами говорим, но вот как формула работает, там главный герой, белый, который помогает неграм, и у них в доме, у него живет мальчик, которого он спасает от рабовладельцев, это 40-е годы в Соединенных Штатах, и вот, значит, мальчик влюбляется в дочь вот этого вот главного героя, вот, и он категорически запрещает брак, тут прибегает и говорит, father, you taught us, он называет отец, all people are brothers, он ему говорит, yes, all people are brothers, till the moment they want to become brothers-in-law, это игра слов, братья и brothers-in-law, это шурины и так далее, то есть все люди братья, до тех пор, пока они не хотят породниться, так что, чтобы британская элита посадила на престол вот этого из России неудачника, да ну что вы, да, пожалуйста. Андрей. Вы знаете, да, безусловно, и дело вот в чем, есть замечательная работа Пыжикова, я не хочу ее пересказывать, мне просто пришлось бы ее пересказывать, я всем рекомендую работу Пыжикова о старообрядцах, их роли в революции, и, кстати, их роли потом в структурах советских, как они долбили официальную православную церковь, сводя с ней счеты, вот, вот это тоже, посмотрите, работа Пыжикова, очень сильная работа, да. Да, конечно, конечно, знаете, я целый ряд вещей, естественно, в своей работе, я, например, практически свел к минимуму американскую линию, она очень была важна, вот, но нельзя объять необъятный, если бы я монографию писал по февральской революции, а я все-таки, я и так вылез, когда Куняев меня попросил 30 страниц, написать, я и так вылез за 100 страниц, и, ну, невозможно все было впихнуть. Да. Как, как? Нет, не видел. Как, как, сейчас запишу. Тимур Гази? Гази, хорошо. Хорошо. Тимур Гази. А о чем это хоть? Ну, в взгляд, у него теория проекта, что есть 4 проекта. Ага. Западный, и Фудинский, и Федерма. И Куниевский, и Куниевский, и Куниевский. И Куниевский, и Куниевский, и Куниевский, и Куниевский. Понятно, хорошо, так, дальше, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в чем главные отличия или сходства сегодняшнего февраля, и февраля 1917 года, ну, кроме войны, конечно. Ну, понятно, сходство первое, ну, вы знаете, в известном, вот, войны, мировых войн такого типа больше никогда не будет, но то, что происходит сейчас в мире, сейчас фантастический совершенно раскол элит. Глобалисты против, то есть финансисты против промышленников. Теперь промышленники пытаются взять, это я упрощаю, реванш. Если брать внутренний момент, то с точки зрения социального неравенства, которое выросло, ну, это один к одному. С другой стороны, мы сейчас не аграрная страна. Кроме того, тогда у нас не было такой вещи опасной, как китайский фактор. Сейчас она, сейчас она есть. Но, в принципе, конечно, все параллели носят поверхностный характер, но вот насчет социального неравенства, то, что Россия съехала в начало 20 века, это совершенно, совершенно, сказать, такая вещь очевидная. Да, пожалуйста. Спасибо за лекцию, Александр Ильич. И сам у вас возможность задать вопрос. Значит, одна репута и два вопроса по поводу вашего выступления 8 декабря в Институте экономики. Ага, понятно. Значит, если фамилию Дурново в той записке, которую вы сейчас озвучили, зачеркнуть, одно к этому нас нашим дням. Да и Плевы тоже. Если, значит, вот, когда вы говорили о, в этом французском сотруднике спецслужб, который сидел, да, сразу с полного с квартира господином Захарчик, с долларами обезьянными, значит, с федеральной резервной системой. Ну да. Вот. Теперь, значит, пожалуйста, такой вопрос. Значит, один у нас экономист все время разворачивает постулат о взаимодействии трех сил. Значит, когда две из них находятся в активе, одна в пассиве имеет... Но он не экономист, он китайский. Да, я просто не хочу делать его рекламу, потому что он, конечно, кто-то книжку не может подписать. Ну, не важно. Значит, как вы вообще можете вот что-то сказать об этой теории, так, и насколько она вообще актуальна, и можно ли мы ее ждать? Ну, вы знаете, я как-то так очень скептически отношусь ко всем этим схемам. Мне очень нравится работа этого автора, который он лет 15 написал. У меня даже студентам их рекомендую. Но вот все вот эти вот насчет белого царя и насчет вот две перемогающие и так далее, как-то вот есть... Что-то как-то вот, вы знаете, меня даже как-то не воодушевляет с точки зрения, так сказать, обсуждения. Вот, я скептически к этому отношусь. Да, так, пожалуйста. И последний вопрос. В лекции, там, говоря о трех противоречиях социализма, вы посмотрите, на первом противоречии, это общественный характер отчуждения... Коллективный характер отчуждения внеэкономических факторов, так. И динамик. Да, присвоение до потребления. Значит, этим раз занимается, как вы сказали, номенклату. Да. Значит, вопрос такой, я бы сейчас вот разоверю это немножко темы. Ну, только мы только не сильно уходим от темы февральской революции, не сильно. Нет, давайте закончим это, выскать, краткий вопрос, краткий ответ. Я думаю, что у нас будет возможность о советской системе поговорить о революции где-нибудь по осени. И мы обязательно, мы обязательно поговорим об Октябрьской революции, о советском проекте. Тем более, что я примерно представляю, что наша власть будет делать, сказать, по этому в этом плане. Так что нам будет интересно поговорить. Давайте закончите, закончите, обязательно. В 60-е годы. Потому что тогда вы увеличиваете уровень интеллигенции, соответственно, герой патруль. Так? И самое главное, марксизм-лининизм, он не отвечает на вопрос, как преодолеть человеческие инстинкты, когда каждый, находящийся в власти человек, хочет крести по себя больше и передать... Ну, это дело не только, да, не только марксизм-лининизм, не сказать, много-много кто не может ответить на этот вопрос. Что касается образования, смотрите, но почему-то у нас до конца 60-х, даже начала 70-х, было самое мощное образование. Вот. Совершенно верно. Как только замаячило... То есть, это означает, что номенклатура могла решать только вопросы, связанные с индустриальной фазой. Как только они подошли к концу, они стали реакционным классом, как, собственно, опасался Сталин, и как прямо написал об этом Троцкий. То есть, они здесь в этом отношении совпали. И они этот процесс заблокировали. Причем, блокировка этого процесса в Советском Союзе, она совпала с аналогичной блокировкой на Западе. И вот это очень-очень интересная тема. Я думаю, что мы обязательно о ней поговорим. Самое главное дело-то отсюда, переходим к чему? О том, что объективно социалист не мог победить, потому что люди, которые были во власти предсоциализмом, объективно его выражают, выражаясь в его могильщикам. Правильно. То есть, смотрите, здесь произошло то же. Вот представьте себе, вот был доиндустриальный капитализм. Это примерно то же самое, как если бы землевладельцы и финансисты стали на пути развития промышленного капитализма. Но они могли и проиграть. Кстати, ведь вот эта вещь, то, что был зарублен рывок посткапитализма, она не была фатально предопределена. Вот в таких ситуациях очень многое решается, когда вот на весах. Июньский пленум 1967 года. Если бы Косыгин поддержал Егорычева, все, дальше Устинов и Андропов уходили бы, и дальше бы пошел бы совершенно другой процесс. Была бы, безусловно, борьба, но было бы все по-другому. То есть, вот в таких узких критических точках очень многое решает, ну, буквально несколько человек, властных людей и их волевой порыв. Кстати, на днях вышла книга воспоминаний Николая Егорычева. Я очень рекомендую всем посмотреть, потому что это очень важный был человек. Это человек, который мог повернуть ход истории в июне 1967 года, но не повернул. Да, пожалуйста. Вот как раз задромный класс людей, берем эту профессору, Управленство от академических технологий, которые, собственно, проводят определенную группу. Вы имеете в виду, о чем, как вы говорите, о семнадцатом году? О семнадцатом и сейчас. Вы знаете, сейчас они ничего не проводят, как в анекдоте, так и никто никуда уже не ползет. Все, забудьте, уже Академии наук как таковой нет, есть фоно. Но люди-то там остались? Люди остались. Это называется «Спасибо вам, я греюсь у костра». А в мире не имеют они какое-то отношение к глобалистам? Кто? Они вообще никому никакого отношения. Глобалистам. Они ничего не делают, игру не делают, да? Нет. Нет. Никакую игру не делают. Они даже не знают, что такое игра. Они даже не слышали, кто такие глобалисты. Сейчас, подождите. Сейчас задают вопрос те, кто не задавал. Они приложили руку к разному системе. Но, вы знаете, они приложили... Видите, какая штука? Вот вообще преувеличивать роль интеллигенции, тем более академической, в развале СССР, это неверно. Это шестидесятники выковали такой миф, что были вот они, либералы-шестидесятники, была консервативная власть. Это фальшивка. На самом деле, у номенклатуры была консервативная фракция и либеральная, и в интеллигенции была консервативная и либеральная. А они сделали, они убрали консервативную интеллигенцию и либеральную власть. И я когда-то написал, что это примерно так, если бы Дюма писал свой роман таким образом. С одной стороны, Решилье, Рашфор и вся эта компания, а с другой стороны, не Атос Портос, Арамис Д'Артанян, а их слуги. Мушкетон, Планше, Гремой и Базен. Ну, так же не бывает. Так что, нет, забудьте вообще, даже не думайте на эту тему. Сейчас, секунду, пожалуйста. Андреич, короткий вопрос. Мне кажется ли вам, что у нас сейчас в России какой-то неправильный капитализм, он больше похож на заявку? Ну, конечно, что значит, мне это не кажется. У нас, понимаете, какая вещь, в России не может быть правильный капитализм. Вообще, правильный капитализм может быть только в двух странах, в Великобритании и США. Это англосаксонская затея. Уже французский, немецкий, я уже про японский, я даже не у меня язык не проискать, японский капитализм. Это нечто совершенно другое. Так же, как у меня неправильность сказать, китайский социализм, это нечто другое. Это китайская система, это японская система. Капитализм – это то, что могло вырасти только в определенной исторической и природной среде. Не может у нас не быть никакого капитализма. Вот когда, кстати, я цитировал Маркеева, когда он говорит, что пирамида, вот эту пирамиду, которая вставляет власть, вот если ее обволочь вот таким живительным соком, я когда это читал, я стал думать, а вот что у нас обволокло вот эту пирамиду, которую гельциноиды врубали. И понял, криминал, фильм «Бригада», вот это и есть фильм о том, как вот это вот обволакивалось. И что такое криминализация в кавычках, потому что это более серьезный процесс 90-х годов. Это адаптация нашего общества, уродская адаптация к уродскому капитализму. Ну, конечно, у нас вообще-то уже была прививка от капитализма в 19 веке, только от другого. Теперь вот такой пришел капитализм, и опять же прививка. То есть сплошные такие прививки. Проблема только с прививками от того, что дураком можно стать или умереть, если много прививок. Да, пожалуйста. Ну, вы знаете, внешние параллели провести можно, вся внутренняя механика, она совершенно другая. Кто-то сейчас пишет, вот февраль, первая оранжевая революция. Нет, ничего подобного. Оранжевая революция – это очень, так сказать, такая ограниченная вещь. То есть здесь все-таки различий больше, чем сходств. На мой взгляд. Да. Андрей, скажите, пожалуйста, какую методологию вы используете в своих исторических историях? В каком смысле, какую методологию? Нет, я так понимаю, кроме мирсистемного анализа. Вы знаете, я не сторонник мирсистемного анализа. Мне все время, у нас с Валерстайном даже был из-за этого конфликт по одному проекту, потому что я его просто честно предупредил, что я не сторонник мирсистемного анализа. Весь мирсистемный анализ заканчивается в 1850-ми годами, потому что как только возникает индустриальная система, ведь в чем смысл концепции Валерстайна? Это у него главное внимание к обмену. Поэтому Роберт Бреннер и написал, что Валерстайн – это неосмитовский марксизм. Очень простые вещи. Метод восхождения от абстрактного к конкретному Маркса, системный подход, и принцип историзма. Я ничего абсолютно не изобретал в этом отношении. Я не очень хорошо знаю эту тему. У меня руки до биткоинов не доходят. У меня есть целый ряд вещей, которые нужно сделать. Вот биткоины, где-то у меня, я близко к ним подхожу, мне надо в этом разобраться. Я не могу ответить на ваш вопрос. Где Лягину? Где Лягину? Он об этом очень много пишет. Да, пожалуй. Да. Вы знаете, вообще Киссинджера из Киссинджера раздули. Есть, вот интерлокером был наш посол Великобритании Майский. Александр Кинг, который создавал Римский клуб. Аурелио Печи. Да, Киссинджер, конечно. Вы знаете, какая вещь? Вообще качество интерлокеров соответствует качеству элиты. Но вот понимаете, я с ужасом думаю, какие интерлокеры могут быть там, скажем, у Аланда, Меркеля, Обамы. Про Трампа еще не знаю. Но вот у этих, знаете, когда вот смотрю на этих людей, вспоминаю фразу из одного детектива. Значит, заказали киллеров, но киллеры оказались косороки, и поэтому появились незапланированные трупы. Так что вот насчет интерлокеров вот так. Вот ту липу, которая остается на... Знаете, вот не видно пока таких интерлокеров. Вот Киссинджер, старикан, старикан, издеваются над стариканом, гоняют его вообще по всему земному шару. Ну, в итоге такие такие интерлокеры не были. Ну, значит, появятся другие, но качеством ниже. Ну, все равно без интерлокеров нет. Кстати, таким интерлокером был наш Леонид Борисович Красин. Вот это был крутой интерлокер, очень серьезный человек. Кстати, вот о нем есть, я знаю только одну книгу. На самом деле, это был единственный человек в большевистском руководстве, равновеликий Ленину. Причем он был равновеликий не внутри большевистской партии, а поскольку он был принят в немецком истеблишменте, в английском истеблишменте. И Ленин с этим ничего поделать не мог, хотя очень его не любил. Аркус и так далее. Кстати, Аркус, созданный Красином, существует до сих пор. Так, кто у нас еще не знает? Да, пожалуйста. Да, и у нас полвосьмого мы должны закончить. У нас пять минут. Так, пожалуйста. Интересно, что вы думаете? 19 октября к нашему Таймсу прозвучал призыв к коллегатам основам взять власть в России, как это было в 2016 году. Что вы думаете? Да ничего не думаю. Ну, прозвучал власть. Ну, хорошо. Ну, и что? Ну, пусть попробуют. Знаете, я однажды одному разгоряченному, спеть, японскому товарищу, который говорил, что там Курилы, пятое, десятое, что мы самураи. Я сказал, ну, самураи, да? Он говорит, самураи. Я говорю, ну, приди, попробуй, возьми. Вот, вот и все. Так что, ну, попробуй взять. Еще один короткий вопрос. Летом на наших монетах железный. А поменялся логотип Орла. Ранее был крылья пушены вниз, теперь крылья поднимуты вверх. Это определенный знак, да. Вы знаете, я допускаю где-то 10 процентов, что это случайность. Если это не случайность, то единственное, я не заметил этого, кстати. Вот, то, ну, это действительно, сказать, некий знак. Хотя, вы знаете, вот я настолько не очень высокого мнения о людях, которые у нас этим всем занимаются, чтобы они придумывали еще какие-то вот такие секретные-секретные знаки. Чего-то, мне кажется, как-то вот они не догоняют в этом отношении. Хотя, может, ошибаюсь. Да, пожалуйста. Я тоже думаю, что это так. Поэтому, когда некоторые мои коллеги говорят, что это очень важная тема, я на это говорю. Вообще, красных и белых примирил товарищ Сталин, пустив Ленинскую гвардию под нож. Это и было примирение красных и белых. И, кстати, Игнатьев в своих мемуарах «50 лет в строю» он говорит, он находится на параде, он говорит, пошли кауры, неужели пойдут буланы. Пошли буланы, как во времена Александра Третьего. То есть, не случайно были введены и погоны, и прочее. И потом, кто такие сейчас белые? На самом деле, сейчас белые – это те самые люди, которых у нас называют неточно либералами. Ну и кто, как, с кем мириться. Это знаете, как кто-то сказал во время гражданской войны по поводу красных и белых. Я уже не помню, с какой стороны. Что у нас споры поземельные, кто кого закопает. Я думаю, на самом деле, это типичная отвлекаловка от реальных проблем. Главная проблема России сейчас – это рост социального неравенства. Вот это проблема номер один. А все красные, белые – это как Галич пел, это рыжие – все на публику. Так, сейчас нет, подождите, кто не задавал? Да, пожалуйста. Игорь Ильич, советуйте литературу по нескольким действиям. Меня интересует, кто-то Кусинен или… Значит так, Отто Кусинен, это на русском языке есть мемуары его жены, выпущенные в 1993 году. Очень небольшая книжка, но очень хорошая. Значит, по Мюнсенбергу есть одна книга на английском языке. Мы ее сейчас хотим, так сказать, выписать. Сделаем реферативное изложение. И в одной из новых черных книг мы это запустим. Но Мюнсенберг – это очень серьезно. Это, так сказать, то, что вы сказали об этом, это просто, так сказать, молодца. Да. Вы упомянули Красина, которая из них «Красина». Красина переводная есть. Я сейчас не помню ее название. Переводная, она переведена с английского на русский язык. Да. Красина – это очень серьезно. Так. Ну, давайте. Вы очень много говорите о том, что вы сторонник нового социалистического проекта будущего России. Я говорю, что я сторонник нового социалистического… Это диктатура, я нахожусь. Нет, а я о социалистической диктатуре, я не говорю. Ну, хорошо. Я вообще просто… Я скажу так, завидевайте. До 1917 года общество было просто больно социалистическими ожиданиями. Да. А вам не кажется, что сейчас оно больно тем, что когда-то хорошо сказал Бухарин, а за ним Ельцин обогащает. Да, вы знаете, да, наше общество, вот наше общество очень нездорово в этом отношении, вот, но лучше, к сожалению, лучшим лекарством от таких вещей становятся кризисы, когда становится понятно, что тут не обогащаться, а тут бы, скажите, жизнь сохранить. И вот тут люди начинают, сказать, объединяться не на денежной основе. И целый ряд процессов, которые у нас идут, они, в общем сказать, такие странные, взаимоисключающие. Но это лишний раз говорит о том, что мы живем в ситуации кризиса. Кстати, в начале 20 века у нас было общество больно социализмом, но было очень-очень много людей с мещанскими устремлениями там. И я очень рекомендую всем посмотреть книгу Станислава Юрьевича Куняева «Любовь, исполненная зла о Серебряном веке». Она продается в самом журнале «Наш современник», он прямо в центре находится, на Цветном бульваре, посмотрите. Она очень небольшая, но я много чего читал о Серебряном веке. Это одна из лучших книг о Серебряном веке. Ну и тем, кто любит поэзию Юрия Кузнецова, там такая же маленькая книжечка про поэзию Юрия Кузнецова. Все на сегодня. Спасибо. В следующий раз мы с вами встретимся в начале апреля. Спасибо.